Ну, окей. Значит, ну, как мы назвали этот курс, это системы, устойчивые в отношении к византийским неисправностям и блокчейнам. И, как бы, логика здесь у нас довольно простая. Мы начинаем просто с распределенных систем, где процесс обменивается с помощью передачи сообщений. И рассматриваем мы их, как правило, в системах либо полностью асинхронных, где вообще никаких нет предположений по поводу задержек по передаче сообщения и задержек по времени, сколько требуется процессу выполнить шаг вычислительный, локальный. И потом мы будем двигаться в сторону системы с частичной синхронностью, что мы называем partially synchronous. И мы вынуждены это делать, потому что, как правило, какие-то интересные задачи позволяют, не находят решений в чисто асинхронных моделях, в постановках, которые, как правило, нам нужны. Ну и потом, когда мы дойдем до уже систем открытых, эти количества участников никак не ограничены, в которых, в общем, сама задача блокчейнов, как правило, ставится, там мы уже будем вводить еще дополнительные условия на разные вещи, как правило. Либо мы все-таки введем синхронную модель с очень большими задержками и будем делать некие предположения по поводу того, как вычислительные ресурсы распределены среди участников системы. Либо мы будем уже как бы вводить какие-то новые предположения на тему того, как что-то ценное распределено. Не обязательно вычислительные ресурсы, но что-то ценное, что имеет значение для участников. Как правило, речь идет про какие-то крипторесурсы, например, вот то, что мы называем криптовалюты, и что большая часть ресурсов состоящая в том, как все-таки хорошие пользуются, а не плохие. Но никак, мы увидим, что без такого рода предположений ничего интересного посчитать нельзя. Значит, я, опять же, прошу вас, если там какие-то вопросы, вы сразу спрашиваете, потому что, опять же, нас немного, у вас есть роскошь все это обсудить достаточно интерактивно. Ну, мотивация всего этого дела, это, на самом деле, это все довольно старые обложки, но все равно они по-прежнему актуальны, что был момент, когда предполагалось, что блокчейн – это некая волшебная технология, которая вот таким магическим образом изменит нашу жизнь к лучшему. То есть это некий универсальный компьютер, который позволяет вместо того, заменить доверие между людьми на доверие к технологии некой. То есть у нас есть некий ресурс, к которому все могут подключаться. При этом мы друг другу не доверяем, мы доверяем тому, кто этот ресурс создал, что это алгоритм, который корректен, его можно доказать, его корректность можно доказать. И он гарантирует некие свойства, которые нам всем помогают. В частности, мы можем публиковать там некий код, и этот код может выполняться совершенно корректно, справедливо. То есть все наши операции, которые мы туда закидываем, если мы хорошие пользователи, они будут выполнены корректно, они будут выполнены в одном и том же порядке, мы все с собой друг с другом согласимся, в каком порядке эти операции будут выполняться. И, в общем, куча приложений и такого типа технологий есть. В реальности, конечно, это все оказалось не так безоблачно, как мы думали вначале, что эта технология оказалась дорогой, сложной, медленной, энергоемкой. И в каком-то смысле вот эта цена за то, что мы отказались от доверия между собой. Ну, человечество в целом, да. Учитывая то, что какая-то часть человечества там имеет некие преступные замыслы, мы вынуждены платить за это огромную цену. И в каком-то смысле я хочу, во-первых, рассказать, как мы к этому пришли, с чего началось вообще путь к этой технологии, а во-вторых, какими способами можно это улучшить. Ну, а как правило, тут волшебного ничего нет. Чтобы улучшить эффективность какой-то системы, мы должны либо предположить, что система все-таки работает в каком-то более благоприятном окружении, либо мы меньше от нее требуем. То есть мы задачу рассматриваем более легкую, чем та, которая рассмотрена в начале. Блокчейн сам по себе решает задачу репликации машин состояния. То есть у нас есть некий последовательный объект с какой-то последовательной спецификацией. Мы знаем, как он должен себя вести, если все корректно и все операции применяются к нему последовательно. И вот репликация машин состояния, он создает иллюзию, что мы имеем дело с таким вот последовательным объектом. Несмотря на то, что на самом деле он, это абстракция, которая принимает операции от огромного количества конкурентных процессов, параллельных, которые пытаются применить какие-то операции. И наша задача сделать так, чтобы для всех участников создалась иллюзия, что эти операции выполняются последовательно. Несмотря на то, что какие-то участники могут не следовать алгоритмам, какие-то участники могут быть византийскими. Мы вернемся к вопросу, почему они византийские, откуда взялась вообще этот термин. Вот. Ну, как бы в чем наша мотивация? У нас есть какое-то количество участников, которые хотят иметь доступ к чему-то, к какому-то объему данных. И мы называем этот данный, ну, этот объект, к которому они хотят получить доступ, Ledger. Ledger – это что у нас? Это бухгалтерская книга. Это регистр учета транзакций. Ну, может быть, самая простая аналогия – это у нас есть магазин, и какое-то количество участников просто туда приходит, что-то там покупает. И вот в этом магазине есть бухгалтерская книга, где записываются все покупки, все транзакции. Другой вариант – это, может быть, у нас есть какие-то деньги, и эти участники между собой обмениваются транзакциями, пересылают друг к другу. Опять же, нам нужно иметь общий какой-то регистр, где все эти транзакции записаны. То есть самый простой способ это видеть – это вот у нас есть объект, куда все записывается. Какое-то централизованное объект. Но проблема в том, что какие-то из участников могут быть плохими. Они не следуют алгоритму, они могут что-то делать плохое. И, например, в частности, тот участник системы, который владеет этим регистром, он может тоже пытаться мошенничать. Что мы можем сделать? Мы можем, допустим, реплицировать этот объект. Каждый хранить может свою копию. Поэтому я не доверяю некому абстрактному участнику, который может что-то мухлевать с записями. Я храню у себя свою собственную копию. Но как только это происходит, мы сталкиваемся с проблемой синхронизации. Особенно эта проблема тяжела, когда участники могут обманывать. Я пытаюсь спросить у другого участника, ага, что у тебя, что ты знаешь? А он говорит, что он знает что-то, что на самом деле не происходило. Плюс у нас могут быть проблемы, что какие-то участники приходят, какие-то уходят, и динамически меняется состав. Мы не всегда можем знать, кого можно спросить, у кого самые последние данные и так далее. Вот это в целом проблематика вот этого курса и, может быть, всей этой области. И в частности мы говорим про Fultorrent Synchronization Protocols. Это протоколы синхронизации вот этих вот реплик распределенных в системе. Таким образом, чтобы все эти реплики были в максимально новом состоянии, максимально up-to-date. Конечно, когда мы говорим про корректность, up-to-date, корректность у нас сводится к тому, что видят хорошие участники. То, что византийские участники видят, нас не должно волновать, потому что мы вообще не имеем никакого контроля над их состоянием. А вот частные участники, которым мы даем наши алгоритмы, которые следуют алгоритмам, которым мы даем, они должны получать что-то взамен. Но для этого надо понять, что значит correct, correct ledger, что значит хороший вот этот регистр. Это действительно зависит от того, какие операции на этом регистре могут выполняться. В общем случае мы осматриваем этот ledger. Это как какой-то вот регистр операций. Он должен быть в каком-то смысле публично доступен. Любой участник может к нему читать его состояние и изменять его состояние, добавлять новые операции. У нас нет вообще ни одного участника, которому мы можем полностью доверять. И один раз, когда мы эту операцию записали, мы ее уже извлечь из регистра не можем. То есть это тоже вот то, что они называют temper-proof. Ну здесь это уже достаточно просто делается без всякого участия распределенного алгоритма. Как правило, это используются какие-то криптографические примитивные, типа дерева Меркли. Каким-то образом в каждый новый элемент этого регистра мы добавляем некий криптографический сертификат, который говорит, что он только здесь может находиться, в этом месте. Исторически есть такое понятие, как блокчейн педигри, то есть в каком-то смысле как у собаки его происхождение, откуда это берется. Само понятие распределенной системы, которая должна быть устойчива к отношению к византийским ошибкам, было введено Лэмпортом, Шостаком и Пизом в 1982 году. То есть они, собственно, ввели эту задачу византийских генералов. И это впервые возник такой вопрос. Ага, если у нас есть вычислительная модель, в которой какие-то процессы могут врать. Оказывается, что в этом есть определенная сложность по сравнению с тем, что мы знали до сих пор. И там есть какие-то модели, в которых задачи с такого рода участниками не могут быть решены в принципе, поэтому нам надо модели усиливать. Может быть, параллельно с этим, но опять же с участием Лэмпорта возникла проблема репликации машин состояний. Первый протокол, который был предложен в этой области, назывался PAXIS. То есть это некий протокол, который позволяет нам взять последовательную программу и реализовать ее в разделенной системе без участия централизованного сервера. То есть у нас просто участники системы сами в себе договариваются о том, как эта программа должна себя вести, даже если операции на ее шагах применяются параллельно. Разными процессами, разными операциями. Где-то вот на заре появления электронной почты, интернет, в общем, начался с электронной почты. Вот когда электронная почта появилась, появились спамеры. То есть первым делом появились пользователи, которые начали спамить чужие почтовые ящики разными сообщениями, с самым рекламным картом. Поскольку это ничего не стоило. Отправить там миллион сообщений ничего не стоило. И одно из решений, чтобы этому противставить, называлось Proof of Work. Это небольшая вычислительная нагрузка на то, чтобы отправить каждый конкретный имейл. Она небольшая. Это, как правило, связанная, опять же, с решением каких-то криптографических задачек. Но если отправлять огромное количество имейлов, то эта задача становится очень тяжелой. Потому что реализовать такого типа решения очень трудно. Ну и опять же, в начале 90-х многопроцессового машин, в общем, не было в таком общем доступе. Задача Паксоса, она была рассмотрена в дальнейшем с точки зрения византийского изостойчивости. И появились первые протоколы, в конце 90-х появились, которые реализуют репликацию машин в состоянии византийской модели. И первый из них был то, что называли Practical Byzantine Full Tolerance. Это протокол, предложенный Мигелем Кастро и Барбарой Лисков. Барбарой Лисков в дальнейшем получила премию Тюринга за свою работу, в частности за это. Лэмпорт тоже получил премию Тюринга за свою работу, в частности за алгоритм Паксоса. Опять же, параллельно с этим появились системы, которые в каком-то смысле пытались реализовать цифровые деньги, digital cards, в частности вот hash-cash с большим участием пиртографических примитивов, в частности функции hash. В 2002 году была интересная статья Марка Дуссера на тему Sibyl attack. Sibyl – это на самом деле такой вот феномен из психологии, связанный с расщеплением личности, когда человек себя воспринимает как много разных личностей. Да, ну вот он использовал этот термин для того, чтобы описать систему, в которой враг может имперсонировать много процессов. И это довольно важная такая проблема, потому что, ну, действительно, в открытых системах мы можем создавать себе, сколько мы хотим, там, там, public-private keys и выставлять наш идентификатор, как наш паблик. Ну и сколько вот этих пабликей мы создаем, столько и даже будет наш у нас идентификат. Это проблема для алгоритмов классических синхронизаций, особенно вот в области репликации машин состояния, потому что классические алгоритмы выставляют очень важные условия на количество, пропорциональное, корректный процесс. В частности, мы говорим, допустим, ну, классическое предположение, которое, допустим, делает алгоритм Paxos, и то, что у нас больше половины процессов корректные. В ситуации, когда количество процессов вообще не выходит из нашего контроля, противник может произвольное количество процессов, как бы, в таких фейковых выставить в систему, тогда вот такого типа предложений они, как бы, теряют смысл. Вот, и это большая проблема. Ну, довольно долго это была проблема скорее теоретическая, потому что никто не рассматривал, на самом деле, в реальности системы, в которых открытое части. То есть любой человек может со стороны прийти и что-то начать делать с состоянием вот этого реплицированного объекта, который мы пытаемся реализовать. Но где-то вот начиная там с конца десятых годов, 21 века, у нас появилась, появилась, видимо, потребность в такого типа системах. И я объясняю это тем, что в 2008 году был огромный финансовый кризис, связанный с перекредитованием, наверное, американского рынка недвижимости. Но в реальности это вылилось в то, что огромное количество людей потеряли доверие к финансовым институтам, к банкам. То есть банки, они спекулировали очень сильно вкладывать своих клиентов. И в какой-то момент этот мыльный пузырь лопнул, и огромное количество людей разорилось. И возникла потребность, наверное, в том, чтобы у нас была возможность обмениваться транзакциями и выполнять какие-то операции с деньгами, ну, цифровыми деньгами. Так или иначе, они в каком-то смысле могут быть консертированы в артефакты, в что-то ценное. Таким образом, чтобы избежать вообще участия с каких-то центральных участников, каких-то институций, с каких-то конкретных людей. На самом деле, это связано с тем, что люди разочаровались в людях. Но при этом очаровались технологиями. Вот появление биткоина в этот момент было не случайно. В любой другой момент, раньше такого типа алгоритма, если он появился, люди подумали, ну, это безумие какое-то, не имеет смысла этим заниматься. А биткоин взлетел даже не в том, что он там жутко инновационный, ну, в нем есть определенные инновации, но в том плане, что он работает. Несмотря на то, что это алгоритм грубый, тяжелый, дорогой, но он работает. В системе, где любой другой алгоритм работать бы не стало. В системе, где у нас открытое множество участников, нет абсолютно никакого доверия между ними. и задачи, которые мы решаем, очень сложные. Задачи у нас приплицированные машинное состояние, как мы видим, это вообще вершина в каком-то смысле иерархии задач распределенных систем. Я очень долго говорю, есть какие-то вопросы или замечания, или комментарии. Слышно ли меня хорошо? Видно ли меня хорошо? Я смотрю в свой экран, поэтому я не очень там хорошо знаю. Да, хорошо слышно и видно. Ладно, отлично. Я буду время от времени спрашивать просто потому, что я вас не вижу. Я со времен ковида онлайн лекции не вел, поэтому немножко утратил навык. Значит, о чем мы будем говорить в этом курсе? Здесь немножко устарело road map, потому что мы поменяли немножко темы, но в целом, наверное, мы начнем с системы хранения, что мы называем storage systems. Это первая тема, она не будет связана с эзотическими ошибками, но она важна, потому что она дает какой-то навык центральный, как нам хранить данные таким образом, чтобы у всех участников был к ним доступ и доступ был корректен. Мы, во-первых, определим, что значит корректность, и потом мы вот эти системы хранения обобщим и говорим немножко про решетки. Есть такое понятие lattice agreement, это такая вот интересная задача, которая, в общем, в каком-то смысле это вершина распределенных вычислений в асинхронной модели. То есть это универсальная машина, которая в асинхронной модели позволяет многие вещи реализовать. Она не универсальна в общем смысле, не в смысле консенсуса, она не может реализовать все, но может реализовать довольно много этих полезных вещей. Здесь мы говорим про систему с обычными ошибками, то, что мы называем crash-fall tolerance, когда некорректный процесс, он просто не выполняет шаги своего алгоритма. То есть он не врет, не пытается там что-то сделать против алгоритма, просто перестает работать. В каком смысле это схватывает то, что аппаратная неисправность какие-то. Или проблема с сетью. Ну, мы как бы скажем, я думаю, что вы слышали про то, что называем cap-theorem, то есть это не совсем теорема, не в математическом смысле, но такая фольклорная наблюдение о том, что вообще-то говоря, три качества, которые мы ожидаем от системы, это consistency, availability and partition tolerance не могут быть совмещены в одном алгоритме. В общем смысле, это consistency в том плане, что мы все видим примерно одно и то же. Availability это то, что каждый участник может получить доступ к системе, что он получает какой-то ответ от нее. И partition tolerance это то, что мы систему можем разделить на две части произвольно долго. У нас есть partition в Северной Америке, partition B в Европе, и они могут функционировать достаточно долго независимо от того. Это достаточно легко увидеть, если мы представим себе, что мы хотим реализовать регистр с чтением и запись. То есть, если у нас есть partition, то мы не можем иметь его вылоковать. Если мы при этом хотим быть consistent и consistent в том плане, что мы всегда читаем последнюю запись. в общем, это мы увидим. Потом мы перейдем к репликации машин состояний и по аксусу опять же в системе crashful tolerance без византийской, а потом будем говорить про византийские процессы, про византийское соглашение, византийский консенсус, византийские репликации машин состояний, то, что мы по практикам без альтинфа, поговорим про permission blockchain немножко, про инженерные всякие проблемы с этим и главный наш пример будет Hyperledger Fabric, это блокчейн, то, что они называют consortium blockchain IBM. Ну и потом перейдем к permissionless blockchain к биткоину, к Ethereum, основанному на proof of stake и вот с самим разным другим если успеем интересным вещам более нового типа алгоранда. Опять же, у нас никакой религиозной привязанности именно к этой истории нет. Если у вас есть какие-то вещи, про которые вы хотели узнать и у вас нет возможности узнать это в других курсах, мы можем это поменять. Как раз сейчас момент предупреждения первой лекции это когда вы можете нам предложить что-нибудь скорректировать. Потому что какая-то часть курса в процессе подготовки, поэтому можем что-нибудь другое сделать. Хорошо? Вот. У меня скорее сейчас вопрос. В какой момент мы сможем ответить на вопрос о том же биткоин какой из постулатов кап-теоремы он не соблюдает, чтобы работать? теоремы кап-теоремы кап-теоремы кап-теоремы. Биткоин как раз он удовлетворяет всем этим свойствам. А, извините, я беру это обратно. Значит, биткоин удовлетворяет свойствам consistency и availability. Что касается partition tolerance, он исключен просто моделью биткоина. Биткоин предлагает синхронную модель. и он предполагает, что мы не можем добавить новый блок транзакций достаточно быстро. А почему как это гарантируется? Это гарантируется тем, что чтобы добавить блок транзакций с очень большой долей вероятности мы должны выполнить работу, которая займет большое время. И это время должно быть больше, намного, чем задержки в сети. То есть partition здесь исключены. Не может так казаться, но они исключены опять же вероятностно, с очень большой вероятностью у нас не может оказаться, что у нас есть два блока, которые параллельно добавлены и разные части системы знают только про один из них. Понимаете, о чем я говорю? Да, понятно, спасибо. И большинство систем, State Machine Replication Paxes, византийские Practical Business Informations, PBFT, они все выбирают Consistency Availability, Partition Tolerance исключен на уровне модели. Интересный момент, что действительно в реальности много приложений на самом деле выбирают Consistency, выбирают Availability and Partition Tolerance, а Consistency у них там только Eventual, только в какой-то момент у нас наступает Consistency, и такого рода системы тоже на практике очень сильно используются, но мы их рассматривать не будем здесь в этом курсе. Один из примеров это на самом деле система, которым пользуется компания Amazon. Я не знаю, если вы замечали, что когда на Amazon выполняете покупки и кладете какие-то вещи там в свою корзинку на шопинг-карт, когда вы доходите до чекаута, иногда, сейчас это реже происходит, но раньше это было довольно часто, если долго особенно этим занимаетесь, что-то кладете кладете, а потом доходите до чекаута, пытаясь всплотиться, и какие-то элементы вдруг исчезли волшебного возраста из корзины, допустим, потому что они закончились. А исчезли они потому что в тот момент, когда вы клали туда, вы общались только со своим локальным Amazon сервером, который не был синхронизован с Amazon сервером где-то в других странах. И это вот, они сознательно выбрали эту модель, чтобы она, система была available, available в том плане, что она отвечала бы на запрос достаточно быстро и partition tone, что вы работаете только в локальной своей кластере, в локальной кластере Amazon, но консистенции может быть иногда нарушаться. Но это, это просто, мы про это говорить не будем, но немножко, может быть, когда речь пройдет про Latis, в целом, большая часть вот этого курса, она как бы про Сири не пропит. Коммуникационные модели я очень быстро скажу, вот у нас классическая модель, обычно, когда я вот читаю курсы, это, в общем, наверное, правильный подход про распределенные алгоритмы, начинает у нас shared memory, потому что это более простая модель, она проще, у нее меньше степеней свободы, процессы пишут, ну, как бы, я бы стал писать на доске, да, вот они написали что-то на доске, да, вы, если вы на доску смотрите, вы это видите, если вы отвлеклились, смотрите в окно, в какой-то момент посмотрели, вы что-то увидели, но это не означает, что вы видели всю историю изменений, да, может быть, я там что-то написал, стер, написал, стер, написал, написал, потом посмотрели и увидели только последнее состояние, да, вот это, это то, что мы называем read, write, shared memory, вот, и главная наша проблема в такого типа моделях это неисправности и асинхронность, то есть вот как раз проблема в том, что читатели, писатели, они могут быть максимально десинхронизованы, message passing добавляет еще одну степень свободы, связанную с тем, что у нас теперь коммуникация не мгновенна, вот в shared memory можно видеть, как, примерно, можно видеть, как, примерно, как message passing с zero message delay, то есть мы, я записал, как только я запись свою закончил, сообщение доступно, то есть это уже насколько читатель захочет его прочитать, но если он его прочитает сразу, она доступна, как только я закончил свою операцию записи, в message passing по-другому, я отправил сообщение, я не знаю, когда сообщение будет доступно, это уже, я уже это не контролирую, это подчиняется предположениям о том, как сеть работает, но есть еще одна проблема, это то, что сеть тоже, она не обязательно полностью связана, она может быть там могут быть какие-то какая-то топология, которая не позволяет напрямую общаться с каким-то участником, да, и вот здесь как раз еще есть такая проблема с communication graphs, есть еще проблема с самой сетью, да, она может быть переоружена в какой-то момент, есть там всякого рода congestions и так далее, вот, и вот как бы естественным образом алгоритмы для message passing, они более сложные, они, как правило, для решения тех же задач в message passing нам нужно дополнительную классическое условие это то, что мы должны допустим предположить, что если система асинхронна и каналы надежны, даже в этом случае, для того, как бы там реализовать регистр или консенсус или что-то более сложное, нам нужно предположить, что большинство участников системы корректны, без этого ничего не получится, без этого как раз у нас может быть partition, который, как нам капферим говорит, мы не можем скомбинировать с консистенцией и availability. Вот, это слайд с прошлого курса, оно нас не интересует, message pass, у нас есть сеть, каждые два процесса, ну, классическая модель, которую мы будем рассматривать большую часть этого курса, у нас каждые два процесса связаны между собой надежным каналом, reliable channel. Reliable формально, это означает, что у нас есть канал, где у нас есть операции примитивы send and receive, и канал не создает новые сообщения, не теряет сообщения и не создает копии. Самый простой. Здесь, конечно, надо сказать, что речь идет про канал, который связывает два корректных процесса. Если один из процессов некорректен, конечно, мы не можем ничего гарантировать насчет доставки и так далее. мы можем гарантировать, что не будут создаваться новые сообщения, не будут они повторяться, но насчет потери мы можем ничего сказать тут не можем. интересный тут вопрос, что мы можем перевести из модели определяемой памяти в модель MessagePass. И здесь вот я надеюсь, что вы, может быть, что-то вспомните из курса ивизарова на тему определяемой памяти. И, может быть, вы у вас, насколько я видел, на самом деле, я знаю точно, что вы про регистр говорили. Регистр – это вот такой исторически сложившийся термин для описания разделяемой ячейки памяти, куда мы можем писать и читать. Конкурент. У нас есть процесс, который куда-то что-то пишет. Регистр – это объект. Я всегда буду пользоваться этой термологией объект. Объект – это вот некая абстракция, в которой есть множество состояний и множество операций, которые мы можем на этом объекте выполнять. То есть операции подчиняются некой последовательной спецификации. Если объект в неком состоянии вы придумаете некую операцию, есть некая функция, которая меняет его состояние и возвращает какой-то ответ. Как правило, мы будем говорить про детерминированные объекты. То есть у нас вот эта вот последовательная спецификация, она детерминированная. То есть у нас есть в одном состоянии и по одной операции у нас есть только один транзишн, который может получиться. Хорошо? Ну, можно предположить, что есть объекты недетерминированные. У нас есть несколько возможных транзакций. То есть одно из одного состояния с одной операцией можем выбрать несколько вариантов выполнения. Ну, как бы, в любом случае и та, и другая спецификация, она последовательная. Она описывает, как алгоритм себя ведет, если операции выполняются одна за другом. Наша главная задача это описать корректность в системе, где операции имеют некую продолжительность и они могут перекрываться. То есть операции, выполняемые разными процессами, на одном и том же объекте они могут перекрываться, и тут не совсем понятно, как их обрабатывать. Вот. Регистр, у него есть значение из какого-то множества значений V. Он предлагает две операции чтения и записи. запись берет аргумент и обновляет состояние, заменяет текущее состояние на аргумент этой операции, а чтение просто ничего не изменяет, но возвращает текущее состояние. Последовательная опискация очевидна. Не знаю, говорил ли в таких деталях Лиазаров или нет, но важно понимать, что у регистров есть много разных версий. Можно, например, рассматривать бинарные регистры, где у нас есть только переменная, разделяемая, которую можно записывать нули и единицы, либо можно комбинировать эти биты в последовательности и делать мальтибэйт. Регистры. Есть очень важный такой раздел регистров, который позволяет хранить значения любого размера. Это, конечно, математическая абстракция, но это полезная абстракция. На практике тоже имеет значение. Если у нас много бит, мы можем много, очень большое значение. Это имеет значение для нас, потому что нередко нам вместе с каким-то значением, которое требует приложения, мы еще добавляем некий служебный флаг или служебная какую-то часть, которая, допустим, отвечает за sequence number, за версию. Это очень важно для системы, допустим, storage, хранящую версию значения. Насколько новая она. И версия может расти неограниченно. Опять же, неограниченно в нашей терминологии достаточно было. На практике это практически неограниченно. Мы можем варьировать количество читателей и писателей. Мы увидим, опять же, это важно. Допустим, если у нас только один есть процесс, который может обновлять значение регистра и множество читателей, это намного легче реализовать, чем если у нас много процессов, которые мы будем обновлять, много читать. Здесь тоже есть интересные всякие трейдов. Трейдов – это вот где мы что-то мы теряем, а что-то выигрываем. Мы выигрываем в удобстве, конечно, удобно, когда регистра может писать много народу сразу, но при этом эффективность мы теряем. И у нас есть разные критерии консистентности. Здесь я называю это safety. Вот хотел как раз спросить у вас, насколько вы знаете, что такое safety, что такое живучесть и безопасность по-русски. Давали вам что-то про это? Так, я чувствую, что меня, может быть, не слышно. Корее нет. Корее нет. Да, не давали. Да. Секунду. Да, значит, ну, safety и loneliness – это, опять же, это терминология, введенная Лэмпортом в какие-то очень древние времена, незапамятные, это удобно для того, чтобы классифицировать свойства корректности на два типа. Один – это… Может, я же делаю вот что, я попробую. Сейчас, секунду. Я попробую писать. Спасибо. 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 Извините. Белая маленькая полоска с цифр 16. Узкая. Интересно. Сейчас секунду. Еще раз погнали. Шарить. Сейчас лучше? Да. Слайд и от руки написано safety. Да. Значит, safety. Safety – это, опять же, я использую терминологию Лэмпорта, это свойство, которое можно кратко описать как nothing bad ever happens. То есть ничего плохого никогда не происходит. Safety описывает состояние системы, которое мы называем корректным. Мы говорим, что система никогда не оказывается в плохом некорректном состоянии. Один из примеров safety – это то, что мы, допустим, прочли значение, которое никогда не было записано. Это safety. То есть мы читаем что-то, что никогда не было записано. Или, может быть, даже правильно, более полезно – это мы читаем то, что не является последним записанным значением. То есть мы прочли, допустим, что-то старое или то, что никогда не было записано. Это нарушение safety. Safety – это критерий, который может быть нарушен в конечном варианте исполнения, за конечное время. То есть мы можем взять, ага, у нас нарушение safety, значит, у нас есть конкретно состояние, которое мы называем некорректным. Еще один более тупой пример – это, допустим, вы подходите к кофейной машине и нажимаете на кнопку, и вместо кофе вам чай выдает. То есть это нарушение safety. Вы получили ответ, который вы считаете некорректным. Нажали кнопку кофе, а получили чай. Само по себе safety, да, если мы только ограничиваемся свойствами безопасности, его реализовать тривиально. Можно ничего не делать. Если мы начинаем в корректном состоянии, можем в нем оставаться всегда. И система наша будет safe. Поэтому для того, чтобы что-то полезное ваша система делала, ну, даже любой артефакт, обязательно программный, нам надо добавить еще слово limits. То есть нам надо добавить еще одно свойство, которое бы отвечало за живучесть системы. И живучесть говорит о том, что something good eventually happens. Живучесть обычно говорит про то, что когда-нибудь случится что-то хорошее. И здесь как раз, если мы ограничиваемся только liveness, да, то мы можем время от времени приходить в хорошее состояние. При этом проходить через произвольное количество плохих состояний. Да, liveness тоже достаточно легко реализована. Но комбинацию safety и liveness вызывать довольно трудно. Почему это разграничение полезно? Потому что формально мы можем показать, что любое свойство, какое бы ни было свойство корректности, да, любое там, для всякого C-correctness, да, любое свойство, ну, в неком формализме и так далее. Для него существует S-safety и L-liveness, то есть существует два критерия, которые одно критеризуешься к от safety и другое. Это я сейчас немножко упрощаю, но это есть некий математический язык, в котором формально можно все сформулировать. Такое, что наш критерий корректности является пересечением safety and liveness. Когда я говорю пересечение, я имею в виду, на самом деле, пересечение в смысле теории множества. На самом деле, любое свойство корректности можно воспринимать как множество вариантов исполнения, которые мы называем корректным. Это, на самом деле, просто множество каких-то элементов. Каждый элемент этого множества – это некий вариант исполнения, последовательность событий. Свойство корректности – это множество вариантов исполнения, которые мы называем корректными. какие-то множество таких вариантов с вами можно классифицировать как сеть каких-то как лайнер действительно можно найти всегда с этим у нас два свойства которые пересечения дает нам точное почему это хорошо потому что свойства сейфти они не свои техники доказательства свойства лави свои два разных критерия и разных разных подходов к корректности если мы хотим доказать корректность какой-то программы нам достаточно бывает доказать что программа соответствует вот этому с соответствует а если он соответствует значит все варианты это имеет некий вот такой технический смысл отдельная теорема которая была сформулирована шнайдером какая-то когда тоже какие-то очень давно это это просто сторону на самом деле одна из тех вещей которые я читаю на других курсах на более на более базового но это хорошо им держать бывает что сейфти лайнер такие хорошие два способа классифицировать состояние классифицировать свойства корректности значит сейфти критерия критерия для регистров запасный регистр как ни странно безопасный регистр самый слабый критерий безопасности потом если регулярный регистр и атомарный регистр атомарный это вершина смысле атомарный создает люди полную последовательную планету вот я немножко про это скажу потому что мне кажется это тоже важно для нас в том плане что в ресторанных системах особенно система сторож у нас есть разные способы это сделать и на самом деле сейф что-то не очень полезное а утрекла и атомик нам пригодятся чем они отличаются сейф регистр он гарантирует что если операция чтение не перекрываясь операции записи держите в голове картину что у нас есть некий регистр которому параллельно могут применяться множество операций есть вот эти интервал операции во времени он может перекрываться централе операции другой центрам а другой операции а если они дико вов佐ина нибы называемых не курит acetar как вот если операции тени не пересекается с операцией записи, то эта операция чтения должна вернуть последнее записанное значение. Единственное, что мы требуем от этого регистра. Прочесть это требование по-другому, можем увидеть, что если операция чтения пересекается с операцией записи, то она может вернуть все, что угодно, любое значение, совершенно производное. Лэмпорт, когда вводил этот критерий, он говорил, что ага, но это значит, что фактически у нас есть некие электромагнитные интерференции, которые между двумя этими операциями возникают, поэтому мы ничего не гарантируем, он может вернуть все, что угодно. Другой вариант на это посмотреть, это то, что у нас, допустим, есть количество бит, которые как-то закодируют какое-то значение. И мы, если эти биты одновременно кем-то записываются, а кто-то их читает, то когда мы читаем, можем прочитать часть битов, принадлежащих к предыдущему значению, а часть к новому. Поэтому их комбинация может быть производной. Такая логика. Регулярный регистр это исключает. Регулярный регистр нам не позволяет прочитывать произвольные значения. Он говорит, что да, если мы что-то прочитали, значит, мы либо прочитали последнее записанное значение, либо какое-то из параллельных. Как блядь же, у нас может предположиться, что у нас есть… Мы читаем очень долго, у нас очень медленный читатель, и за это время у нас было записано много разных значений. Читатель должен вернуть одно из этих значений, либо предыдущее значение. Ничего другого. В этом смысле регулярный регистр, он полезен на практике. Он действительно полезен на практике, потому что для storage он, в общем, торт на много. Оба этих критерия, safe and regular, они предлагают, что у нас только один читатель. Если читатель… один писатель. Если писатель больше, чем один, то эти критерии не имеют большого смысла. Вы можете увидеть, что это довольно трудно определить, что значит last written value в этом проблеме. Last written value не очень-то хорошо определено, если у нас есть много разных писателей. Они же могут параллельно записать, что какой из них вы last written value. Это не так просто. Но зато, когда мы говорим про оторванные регистры, и здесь вот как раз я надеюсь, что вы помните, что такое линеаризуемость. Атомарный регистр – это линеаризуемый регистр. Последовательный спускатый регистр реализованный с критерием линеаризуемости. Все помнят, что такое линеаризуемость? Линеаризуемость создает иллюзию полную, что у нас действительно атомарный объект. У нас все операции выполняются мгновенно. Несмотря на то, что в реальности параллельно у них есть интервалы, которые пересекаются, но реализация всегда выбирает некий однозначный порядок, в котором эти операции выполняются. Понимаем, да? И в частности, для одного писателя это сводится к тому, что если у нас есть рид, которая, одна операция чтения, которая возвращает значение v, а другая возвращает, после этого возвращает значение vprim, то и вот эти две операции, они не пересекаются, рид 1 заканчивается раньше, чем начинается рид 2, то тогда vprim не может быть записано раньше v. На самом деле, это завязать, что у нас нет то, что называют new old version. Если мы записали v, а потом vprim, мы не можем прочитать их по обратному порядку. Если мы это свойство гарантируем, значит, этот регистр линеаризуется. Это можно доказать. То есть, на самом деле, линеаризуется, она универсальная. Это универсальный критерий, он подходит для любой последовательной спискации. Но в случае регистра нам достаточно, в общем, доказать вот это вот маленькое свойство. Это new old version называется. Термин, который в системах хранения довольно-таки часто используют. Грубо говоря, мы хотим читать в том же порядке, в котором мы пишем. Надо заметить, что регулярный регистр хранения позволяет new old version. Здесь у нас никаких нет ограничений. Если у нас есть 2 операции чтения, которые одна происходит, другая, но они обе параллельны к какому-то операции записи, мы можем предположить, что первая операция возвращает новое значение, а вторая возвращает старое. И тут ничего мы сделать не можем. Как пример, мы часто будем пользоваться такого типа диаграммами. У нас время течет в эту сторону, вот так вот течет время. А процессы, у нас есть 3 процесса. Для каждого есть свое видение того, что происходит. Допустим, первый процесс, он выполняет операцию записи, пытается записать значение 0, которое в коем-каке завершается ответом ok. Потом выполняет операцию записи с аргументом 1, он пытается 1 записать. Параллельно с этим третий процесс читает, прочитывает 3 почему-то. Потом читает, прочитывает 2. А потом процесс 2 выполняет операцию чтения и прочитывает 1. Это допускается этим безопасным регистром, потому что вот эти две операции между собой, я вот такой вот буду делать значок, что они конфликтуют, они параллельно выполняются, поэтому P3 может вернуть любое значение. 3, 2, что угодно, даже то, что не было никогда в записи. Но при этом P2, который выполняется в изоляции, без пересечения с любой другой операцией, в частности с операцией записи, он должен вернуть 1, потому что 1 – это последнее записанное значение. Это вот то, что мы называем безопасным регистром. Регулярный регистр, он как бы у нас, этот вариант исполнения не позволяет с регулярным регистром, потому что это значение 3 или 2. Это значение, которое не параллельно записано, не предыдущее значение. Здесь мы можем, допустим, получить такой вариант исполнения, где P3 читает 1, вот здесь 1 – это значение параллельно записанное, а потом читает 0, которое было записано до этого. То есть он немножко меняет порядок. Но это ничего, это нормально. Здесь мы ничего, как бы, не… И это, в общем, может быть, не так и плохо на практике. Не всегда это плохо. Ну, может быть, было бы правильнее, наверное, сделать еще, может быть, здесь сделать операцию. Это было бы более реалистично, потому что в каком-то смысле, если мы уже прочли новое значение, зачем нам защитить старое? Но если, допустим, у нас есть P2, который выполняет операцию после первой операции P3, то P2 может вернуть 0 тоже. Здесь это более реалистично, потому что P2 может вообще не знать о том, что P3 выполнял какую-то операцию. И с точки зрения P2, значение 1 до него еще не добалось. Поэтому он знает операцию 0, операцию записи 0 и изучает 0. Вопросы, комментарии, жалобы, все понятно? Может, я могу быстрее рассказывать, просто я все-таки это первая лекция наша, поэтому, может быть, надо не очень торопиться, но я могу ускориться, если там кажется, что это слишком все просто. Атомарный регистр, он не позволяет такого типа new old inversion, да, инверсии. В его случае вот у нас есть выбор, допустим, если у нас есть операция read, которая параллельно с операцией write, да, происходит, то первое значение у нас может быть 1, да, допустим, можем вернуть 0 или 1. Допустим, если мы вернули 0, то у нас мы можем вернуть следующую операцию чтения, которая все еще параллельна с операцией записи, можем вернуть либо 0, либо 1, но не может ни в коем случае мы первая операция вернуть 1, а вторая 0, допустим, да, или вот если я добавлю еще один здесь read, да, вот этот read в этой ситуации может вернуть либо 0, либо 1. Но здесь, допустим, если мы здесь вернули 1, то следующая операция не может вернуть 0. То есть если кто-то где-то в системе прочел новое значение, то любое другая последующая операция чтения может вернуть только новые значения. это атомарный регистр и вот эту и вот эту историю можем легко линиеризовать можем понять здесь делаем единицу ну или даже но давайте мы сделаем здесь мы делаем делаем 10 0 то линиеризация как мы помню до операции линейзации это это найти то что называется точку линейзации для каждой операции можно найти момент во времени когда она реализуется здесь понятно здесь мы где-то здесь здесь мы должны реализовать линейзовать вот эту операцию до линейзации операции за чтение единицы да это тоже и теперь вот мы реализуем операцию записи здесь и опера с учтением где-то здесь осуществление делится но здесь мы понимаем что у нас write 0 30 30 write 1 3 дадим и дать все нас последовательная история которая удовлетворяет последовательные же спецификации это на товарную лист у меня даже не вас вот один из таких важных результатов классической системы теории распределенность системы с изделяемой памятью это то что в каком-то смысле все вот эти регистры с разными критериями они в каком-то вычисленном смысле и квиломет у нас есть бинарный регистр с одним читателем одним писателем комбинируя эти бинарные регистры если если они еще сейф только самый слабый вариант регистра можно их комбинировать чтобы сделать много с много с многозначный атомарный регистр с множеством читателей множество ну то это там есть какие что это все немножко нужно надо сказать что это сам сам шанс для нас не имеет большого значения на самом деле то что касается регистров с не снять с неограниченным объемом ранее в распределенной системе на спасение это уже не является такой большой проблемой потому что у нас собственно нет память понять что реальная память разделяемая там у него всегда есть некий объем мы не можем обходить неограниченного значения объем и значения но в случае отделяемой памяти на покровил такие вещи игнорина там говорим что там можем можем добавлять допустим секунс numbers которые растут неограниченно потому что может хотели на самом деле да и тоже абстракция какой-то момент надо обнулять счетчики и так далее но пока мы в пределах этого курса мы не будем обсуждать это отдельная задача на борьбе слишком сложно так стона со временем давайте мы сделаем вот я сейчас расскажу про теоремы трансформации памяти и мы сделаем перерыв небольшой минут на пять потом продолжим еще потом сделал еще один большой перерыв и закончим может быть вот закончим упражнение сейчас я еще 10 минут поговорю потом сделаем перерыв и потом я начну говорить уже про там согласен решетки и так далее а потом из пара упражнений сделаем и если не успеем я там оставлю домашнее задание что касается я не знаю тоже потом спрашиваю мне на самом деле у вас как бы есть какая-то потребность там в оценках на этот курс и как мы будем это делать значит давайте мы первое наблюдение которое мы сделаем это то что если у нас есть мы уже рассудили шармами нас спасен если у нас есть уже шармами у нас есть разделеемая память можем ли мы реализовать место спас конечно можем как я уже сказал мы спасаем шармами это как миссис пасын только с очень сильными свойствами спасен с мгновенной передачи сообщений зиру делаем то есть мы можем реализовать в лайвом миссис пасын с двумя процессами можно просто реализовать с помощью двух есть один используется для чтения одним и для записи другого другим и наоборот передачи сообщений в одну сторону и в другую ну и наблюдение которое мы делаем опять же исходя из того что мы знаем что консенсус невозможен в системе с ошибками и с разделяемой памятью также он невозможен в системе смесь пас и речь сообщений кто у нас есть один процесс который может сломаться у нас как бы вместо спасен консенсус не разрешен что это связано с тем что у нас есть флп на самом деле вот флп это фишер личный парус она эта статья статья 85 года про консенсус impossibility задача с консенсуса не может быть лишена если вы забыли что консенсус я скоро напомню вместо спасу это корроле она была доказана как тима фишером линчен и паттерсона но ее можно использовать как корроле вот к результату луи аму амара как ни странно она была это был результат полученный луи амара позже чем на флп но он этот результат более сложных говорит что консенсус да то же самое концерт сумасе но в рид-райд-шерд-мэмли они просто показали что если у нас есть разделяемая память чтения и записи и один из участников определенной системы может сломаться то точно таким же образом консенсус невозможно это это более сложный результат сколько модель более сильная но если у нас есть этот результат да и вот эта теорема мы получаем этот корроле если бы мы могли вместе спас сделать консенсус то тогда мы могли бы его сделать шерд мэмори с помощью вот этой теоремы а тогда получается что мы получаем противоречия результаты луи и обама так это немножко такой экскурс теорию консенсуса хорошо это это то что касается из мест из шермы мы можем реализовать мастер спас можем как-то эмулировать канал реализация она в общем довольно тривиальная дамы если я хочу что-то передать какое-то сообщение я записываю в регистр читатель он должен пролить все время читать регистр получатель этого сообщения как только он увидел сообщение много прочел но есть определенная проблема если мы записать правильные два сообщения подряд да а читатель получил только второе на то что он не контролирует сколько как часто читать поэтому мы добавляем еще то что называется пиги-бэггинг то есть каждое сообщение когда мы записываем прибавляем предыдущий тоже то есть такой вот вариант либо можно ввести какой-то алгоритм маккнол джмс да мы записываем потом ждем пока он ведь пока не ответил не записывал например и то и другое работает и то и другое реализует в таком смысле иллюзию мастер спас другое время как мы получим из каком можно ли получить из мяса спас и шарный это вот как раз здесь мы подходим к горитом хранения да и это классический алгоритм который мы знаем и беде и беде за три имени опять почему-то в этой области часто мы алгоритма даем имена виде аббревиатур авторов а те барной и долев группа израильских исследователей из техниона которые тоже довольно давно мне кажется 90 году придумали алгоритм о реализации атомарного есть можно его делать с одним писателем одним читателем как мы знаем если мы реализовали алгоритм с одним писателем они читателем можем прибавить главная проблема что его можно реализовать в системе с надежными каналами где большая часть участников корее больше чем половина участника должно быть корректно в смысле здесь мы у нас не развеем памяти может создаем реплики состояние регистра каждый процесс это реплика как только мы пытаемся прочесть продается прочесть мы не доверяем только своей копии мы пытаемся спросить у других и вот здесь как раз возникает вот эта потребность в большей части процесса который должен быть корректы потому что если мы спрашиваем меньше чем у половины половины либо меньше всегда есть шанс пропустим последняя записанная значка другой перед писатель может разговаривать другую половину как долго им работает ну в общем это в общем тоже хорошо держать голове вот механизм запросов и ответ ну допустим мы посмотрим на это я буду пользоваться такими это мы называем все кодами да это не совсем язык программирования такой вот как бы интуитивно понятные понятное описание алгоритм я буду пользоваться системой так и стилем программирования как то что называют и уэндвейс да то есть у нас есть события именно события у нас есть обработка событий и она каждый этот ивент он обрабатывается в каком-то смысле ну нет я не буду бояться потому что у нас есть операции типа ну он как бы последовательно выполнять шаги параллельно может отвлекаясь на другие события но как бы это это не так специально ваш вот у нас есть допустим у нас есть операция записи которую клиент нашего процесса участника системы хочет выполнить с аргументом в что мы делаем мы увеличиваем секунд стамбур time stamp я хочу сказать очень важно что у нас один только читать один писать и один читатель но это как бы то что один читатель мы потом от этого убиваемся на то что один писатель это важно почему это один писатель это важно потому что time stamp у нас есть только одно место где time stamp меняется здесь только один процесс который меняет time stamp вот он локально увеличил после этого отправляет новое сообщение в новое значение комбинированное с новым time stamp на основном более корректно было назвать секунс на у нас есть сигнал самбур присвоенный вот этим самым писать отправляет всем всем управляет всем потому что он не знает кто может быть не исправил у нас есть некоторые некорректные процессы пока у нас процесс некорректный это просто крыш на анализ антистический процесс у нас нет никто не врет если человек посылает сообщение начинал корректно но может его не послать такое может случиться поэтому мы посылаем всем в надежде что кто-то ответится потом мы ждем пока мы получили ответы от большей части системы как только мы получили ответы мы считаем что операция завершена и возвращаем больше будет больше операции записи ничего больше не делал как операция чтения устроен опять же мы увеличиваем сигнал с набор мы увидим почему не нужно отправляем запрос всем запрос заключается в том что просто знаки вопрос что мы какое последнее значение и ждем пока мы получаем множество ответов от большинства процесс какие ответы ответы такого типа это у нас некий такой вектор у нас есть сигнал с набор и нас есть значение у нас есть сигнал сам считать ответ должен быть тоже соответствует это важно что мы после этого дела у нас есть множество вот этих такого типа векторов это значение с и вас там были которые были присвоены читать писать и мы выбираем значение с самым большим или тип основном у нас есть множество выборов много значений разно созданы темпами выбираем максимально 5 ну и плюс если так темп тип рай больше чем локальный у нас есть ти ай ти а это локальный чай это локальный тест м это и процесс пи ссс пи по умолчанию каждый год даем код для каждого процесса но мы полагаем что это процесс не к пи мы обновляем свое локальное значение и обновляем свой локальный свой локальный тест после этого возвращаем вот это полученное я а мажорите в данном случае чтобы читаться мажорите у нас есть n процессов как только мы получаем больше чем n пополам ответов пятьдесят процентов плюс один сетку садим вот ну конечно нам сказать что это это просто как операции выполняется нам сказать что как эти запросы обрабатываются сами сами как они отправляются как они обрабатываются как только процесс получает запрос от писателя с значениями таймстэмпом если таймстэмп больше чем то всем локально сохраненный мы его обновляем и отправляем обратно ответы заметьте что здесь вот это вот действие выполняется только если мы получаем что-то новое если мы не получаем что-то новое мы не мы это игнорируем можем мы сразу сказать что что это коррект нет ли тут проблем допустим у нас мы получили запрос и не отвечаем на его дамы не отвечаем не отвечаем запрос который сообщает нам что то что мы уже знаем да что то какое-то предыдущее значение старое значение и мы на него не отвечаем может ли это быть проблемой для а мы при этом я я корректный процесс я получил запрос я корректный процесс я принадлежу множество корректных процессов я получил значение которое для меня старая то что я знаю более новое у меня есть значение с большим таймстэмпом я тогда этот запрос игнорирую я на него не отвечаю будет ли это проблемой для писателя потому что здесь он ждет ответа от majority да я не отвечаю нет писатель же у нас один и значит если если у нас уже сбором более новый запрос значит он уже отправил запрос а значит он уже получил мажорки на более 100 тогда он сделал без нашего участия ну а если у писателя пропадет связь когда он будет отправлять это все упадет я напоминаю что что у нас у нас мы работаем модели надежных каналов связи то что мы называем reliable channels если у нас есть и писатель и читатель корректны то писатель отправляя сообщение рано или поздно это сообщение все-таки доставит писать писатель и читатель доставит сообщение так или иначе если оба корректно ну да да вот рано или поздно вот в этом проблема потому что она хотя нет проблем тоже нет потому что он не сможет отправить не сможет отправить как раз следующее из-за того что сказал сергей только что у нас все выполняется как мы последовательно всегда надо это учиться важный момент да я его не сказал но это это по умолчанию будет всегда подразумеваться что операции вот на такого типа объектах выполняются локально последовательно мы вписываемся в новую операцию до того как завершили вторую предыдущую читатель выполняет операцию чтения он не будет выполнять следующую операцию чтения он совершит сначала этого потом будет выполнять следующую то что же писатель пока не завершит первую операцию записи он начинает того да вот так я обещал перерыв давайте мы сейчас сделаем перерыв а на перерыве попробуйте подумать почему зачем нам тут нужно нужно большинство чем нужно нажать вот их но может быть но здесь это это в общем достаточно просто понять и давайте мы сделаем так мы сейчас сделаем небольшой перерыв давайте 10 минут до 9 по вашему времени и 45 1045 вернемся я прерву пока запись потом ее возможно у нас так обычно планируется по две пары вообще я я хотел доделать думаю по две пары да по вашему времени это будет с 9 до 12 15 условно и в принципе и наверное было бы правильнее сделать там под по часу с небольшим перерывом если есть какие-то возражения или конкретные предложения мы можем поменять у меня как бы нет там обязательно там необходимости делать именно в этом формате можем это обсудить кажется это надо просто в чате обсудить как всем будет удобно а пока я вот предложу такой вариант никто не возражал если есть альтернативное предложение мы я готов обсудить ладно я тогда пока так ну давайте вернемся к новому вопросу всем понятно да зачем тут нужен вот этот вопрос как бы скорее тут надо понять что мы говорим про какой именно регистр мы реализуем да у нас же регистр атомик да с одним читателем одним писателем читатель нас тоже один вот что пойдет не так если у нас нет корректного majority у нас есть то есть у два варианта либо мы меняем этот самый алгоритм таким образом чтобы ждать нет majority а ждать там от нас допустим есть давайте мы сделаем так я немножко может быть вопрос не совсем корректно поставил эти мы его немножко делаем иначе мы сделаем его так допустим у нас есть f неисправных процессов который может быть н пополам н процессов всего up to f и f может быть половина или больше crushes то есть из них половина или больше может сломаться и по алгоритмам вместо majority wait for majority потому что если если у нас в алгоритме уже стоит wait for majority а больше половины или больше может сломаться то это уже просто понятно что у нас участия алгоритма не будет у нас операции не завершаться никогда давайте мы вместо этого напишем wait for n-f responses каждым каждый у нас два места есть у нас читатели писатели они выполняют отправляют запрос всем и ждут пока какое-то количество ответов будет получено и вместо majority ответов мы сделаем n-f понятно что этот уже если f у нас максимум f ошибок может быть то и навеса всегда придет это живучи с ним не страдает а что насчет безопасность напоминаю что безопасность для атомарного регистра это линия резюме можем сказать что это реализация будет не обязательно линия резюме не всякий вариант исполнения этого ритма будет реализоваться у нас процессы они могут просыпаться после того как хорошо ли могут ли они просыпаться после того как что после краша не у нас у нас крыш крыш это необратимая на самом деле тут как бы система синхронная если они просыпаются это значит что они не ломались потому что может спать произвольно долго каждый процент может спать произвольно долго но корректный от некорректного отвечает тем что корректный способен выполнить бесконечное количество шагов а некорректный нет некорректный тот процесс который какой-то момент перестал вообще выполнять шаги алгоритм вот если мы сделаем вот так мы добавим сюда вместо вы по мажорите мы напишем так да и f у нас половина или больше то что может пойти не так давайте мы вернемся как логарифм будет более понятно то есть на самом деле чего хочу от вас слышать это что я хочу услышать это описание вариант исполнения в при котором который не лениализуется у нас есть последовательность операции которые не имеют лениализации нам главное чтобы множество процессов куда мы записали пересеклось с множеством процессов откуда мы считали почему на вас для нас это главное это гарантирует что последнюю версию увидеть если вариант исполнения день не пересекутся то получается нереализуемо все у нас можем предположить у нас есть там даже два у нас один писатель и другой читатель да и один записал что-то сюда до а читатель после этого прочел допустим зиру 0 которая была начальными значениями а почему потому что вот эти все процессы которые здесь были между ними у нас писатель он он общался с этой группы на а читатель вот это они не пересекаются этом это может быть если у нас допустим у нас 66 процессов и из них три могут быть и тот другой общался с минусов да но они как бы не не пересекаются естественно здесь здесь лениализовать эту историю мы не можем точка лениализации это описать операции записи должна быть быть до точки лениализации это операции чтения и соответственно получаем вариант исполнения которые не соответствуют последовательной спецификации регист ну на самом деле вот этот вариант исполнения он даже даже не соответствует критерию сейф даже самым слабым критериями саду в большом счету могли бы также самое сказать про сейф ну здесь поскольку атомарный а теперь давайте себя убедим в том что это ли действительно лениализуется алгоритм лениализуется с одним читателем и писать убедились в том что вы действительно мажорить один а как можем ли мы убедиться том что алгоритм лениализуется и здесь на самом деле вот что от вас хотел бы услышать это вот некий некий прием доказательства и зумасти которым на самом котором мы будем пользоваться потом еще как как можно сказать как вот хорошо у нас есть некий вариант исполнения этих операций чтения записи произвольно они могут произвольно там пересекаться и все такое как мы можем линиализовать точки поставить поставить а как в каком принципе может быть давайте немножко уточню поставить точки это здорово но на самом деле поставить точки это далеко не всегда можем найти ту момент во времени когда операция как бы takes эффект это не всегда легко особенно вместо спасли потому что у нас еще есть вот эти вещи когда мы отправили сообщение мы не знаем когда на самом деле дойдет с точки зрения писателя например я не знаю когда моя операция записи возымеет эффект вообще не понимаю когда мои сообщения были получены когда и сколько времени заняло получить ответы то есть наша цель главное не совсем точке ли за наш цель найти общий порядок упорядочить все операции по какому-то принципу вот как мы будем упорядочен ну здесь по временным отметкам видимо при нам опять куда у нас же есть есть вот эти вот таймстэмп операции записи как бы понятно все они все упорядочены потому что у нас один писатель и они все уже в одном порядке главная задача куда поставить операции чтения куда мы поставим операции чтения какие моменты то есть грубо говоря между это что они получают да на самом деле у нас у нас у каждого есть у нас есть вот эти айда у каждого значение которое мы возвращаем есть таймстэм и можно просто найти ближайшую операцию чтения записи которая использовала и туда воткнуть операцию записи это у нас что такое это нет это 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 локальный на самом деле это ты вы это 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 у нас наша копия наши реплики вы 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 и и айти ай это у кокопе на самом деле вот он всегда если он получил какое-то значение которое он про то он не знал которое более новое он обновляется в локальную копию и в любом случае возвращает то что сейчас локально сохранено то есть любое возвращенное значение у нее есть times там него есть таймстэм этот таймстэм соответствует какой-то операции запись но если это не начальная значит и поэтому для каждой операции чтения можем вставить сразу после соответствующей операции записи или были бы в самом начале истории если это начальное значение да то есть уже мы можем вот так вот сделать плюс мы можем когда у нас есть две операции чтения которые возвращают одно и то же значение такое может быть то тогда мы эти операции упорядочиваем то есть мы тоже должны в каком-то смысле разрешить в каком порядке мы эти операции чтения вставляет здесь мы должны предположить должны смотреть о том как в реальной истории они ходили если одна операция чтения завершилась до так как вторая начала то мы должны вот этот порядок сохранить и наши линеризации то есть вот два условия которые нам станет если у нас есть две операции чтения которые соотносятся которые относятся к одной и той же операции записи то есть на графике вот там рид точнее райт и после него подряд два рида нам же разве не все равно в каком порядке тирает и ставить в каком-то смысле все равно но с точки зрения не линеризуемость этого линеризуемость требует такого что такое линеризуемость говорит что у нас у нас есть допустим какой-нибудь райт не знаю я даже так не пишу на спрайт план а у нас есть две операции чтения одна здесь здесь ну да и что мы можем их как бы поставить в один мы его ставим как бы вы ставим после операции записи до может у нас теоретически могла бы там дуга еще операции записи там который пытается записать 2 но два допустим не не тут здесь не сошлось два не вернулась операции вот эти две операции рид должны быть ставлены после операции записи один но важно в том что в том что что если они одна из них уже завершилась до другая началась то они должны быть все поставлены в том же порядке это линеризуемость это ты то есть в доказательстве линеризуемости данного алгоритма нельзя просто сказать типа ридера ставьте там в произвольном паре надо производить он должен быть он если уже в реальной истории какой-то порядок есть его надо сохранить понятно линеризуемость это на самом деле свойства линеризуемость всегда сохраняет уже существующие порядок фактически но если мы вернемся к точкам линеризации означает что мы линеризуем вот это вот так а вот эту относительно друг друга мы должны линеризовать дом вот это да мы поддаются операции записи 2 она уже сюда куда-то вставляется но тем не менее если же наши отрезки наших ридов будут пересекаться чтобы можем линеризовать их в обратном порядке тут уже на тут же никаких ограничений а последний вопрос вот у нас здесь есть замечательный этот таймстэмп который использует рид зачем он нужен можно ли без него допустим вообще не пользуемся этими таймстэмпами просто отправляем запрос ждем ответов каждый говорит когда получает ответ от ридера отправляет ему обратно значение с с таймстэмпом но мы выбираем значение с максимальным таймстэмпом и его возвращать будет ли старый вернуть то есть мы запросили значение 1 нам ответил большинство мы сказали ок мы вернули значение потом запросили второй раз а нам кто-то старый продолжает возвращать вот чтобы не перебывали и и и это это опасность для какого свойства для чего что что мы можем линеризуемость но линеризуемость очевидно потому что это единственное свойство safety почему это может быть плохо для не зимитой но она вроде даже для сейфти но линеризуемости safety здесь одно и то же у нас как бы в любом в любой спецификации на safety и line с нашем случае safety это линеризуемость Почему это плохо для Linux? Потому что между первым и вторым ридом мог произойти в write. И один процессор, который стал с ридом 1, у него сохранен после первого райта. И он очень долго шел. И он, короче, пришел нам ответ уже после второго райта. А это уже непосредственно. Допустим, у нас есть 5 процессов, надо получить ответы от 3. Я завершил первый рид и получил ответы от P1, P2, P3. А по 4 мне отправил ответ, но я его еще не успел получить. Я запускаю второй рид и получаю ответ от P3, P4, P5. Но при этом P4 на самом деле ответ на мой предыдущий запрос. И вот таким волшебным образом оказалось, что какая-то другая операция записи, которая параллельно происходит, она пересекается с моим коровом P4, P3, P5. Ровно на P4, P5, P6. Извините. P3, P4, P5. Пересекается ровно на том процессе, который мне отправил старый ответ. То есть я мог бы получить более новый ответ от него, но я не знаю, что он более новый, что он есть. Потому что я не различаю таймстелл. И в этом смысле, да, я могу пропустить последнее записанное значение. Просто потому, что я получил ответ от majority, но часть этих ответов не соответствует текущему состоянию ищи. Всем понятно, да? Это ясно? Это важный момент. Почему нам надо разделять разные операции и чтения? Это важно даже для одного процесса. А уж для множества процессов, тем более. Множество для одного читателей. А когда у нас много читателей, это еще сложнее. Понять на этот момент или стоит его более подробно обсудить? Ну, я предполагаю, что понятен. Если нет, мы, может быть, повернемся пока. Вот. Значит, то, что мы про majority уже обсудили, все так понятно. В каком-то смысле, то, что мы называем majority, это некий такой вот специальный случай того, что мы называем forum systems. Я уже упоминал про forum. Я говорил, что у нас, как бы, большинство алгоритмов для синхронизации данных в системах с ошибками используют forum. Forum – это, на самом деле, это тоже называется set-system, система множества. У нас есть множество процессов, да, мы называем его P. А forum, система forum – это такой вот tuple. Да, у меня почему-то все время сбивается. Сейчас, секунду, можно, я это исправлю. Я не буду с вами с цены инвентации. Кажется, я не буду с вами с цены инвентацией. Что-то мне этот URP, если будет. Так, 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 так. И еще там справа-сверху тоже. Да, справа-сверху, да. Не знаю, почему-то именно вот это сочетание. В общем, это, на самом деле, весь с тем множество. Одно множество мы называем write-corums, а другое мы называем read-corums. Просто под множество. И требуется нам два свойства, которые мы тоже разделяем на set-in-lineness. Одно из то, что любой write-corum и любой read-corum должны иметь небустое пересечение. А второе то, что каждый из этих corums в любом варианте исполнения, хотя бы одно из множеств в системе write-corums и системе read-corums, должно содержать только корректный процесс. Если мы держим в голове вот это вот требование насчет majority, это, на самом деле, специальный случай. Все majority, все под множества, которые содержат больше половины процессов, это можно сказать, что это и read-corums, и write-corums. Понятно, что любые два элемента таких множеств пересекаются. Их имеют непустое пересечение. И если у нас меньше половины только процессов может сломаться в системе, то в любом варианте исполнения у нас есть majority, которые содержат только корректные процессы. Собственно, вот эти корректные процессы, которые не сломаются. То есть в этом смысле любой запрос на чтение и на запись, он как бы рано или поздно закончится, если мы ждем ответов от коррума, либо чтения, либо записи. И при этом любая операция записи пересекается с любой операцией чтения. Любая операция чтения получает последнее записанное значение. При условии, что, конечно, операция записи завершена. Если операция записи не завершена, то тут уж мы можем прочесть что угодно. Может так получиться, что, допустим, писатель отправил запрос, получил какое-то количество ответов, после этого сломался. И часть сообщений его запросов не достигла никого. То есть в этом случае у нас часть системы знает про новые значения, часть нет. При этом нет у нас коррума, который бы знал про новые значения. В этом случае последующие операции чтения могут возвращать старые значения. Вот, собственно, вот этот T-Resilient N-Process. Почему-то, опять же, исторически сложилось, что часто T используется как максимальная граница на крэш ошибки, а F используется как максимальная граница на бизантийские ошибки. То есть то, что я до этого использовал F, может быть, не совсем корректно. В любом случае, если у нас есть T, которая ограничена сверху, меньше, чем N пополам, то есть у нас только меньшая часть процессов может сломаться, в этом случае можем и write-forum, и read-forum соблазначить как все множества N-T. O, все, можно даже меньше сделать, что S – это все множества, где больше, чем N пополам плюс 1,20. Вот. Ну и, соответственно, поменять этот алгоритм ничего не стоит. Мы, естественно, вместо того, чтобы majority мы пишем from write-forum и from read-forum. Так будет то же самое. Вот. Да, вот есть одна тема, по которой я хотел рассказать, потому что, мне кажется, она интересная и важна, особенно в контексте всяких разных всевозможных блокчейнов. Это задача согласия на решетке. Прежде чем я буду говорить про согласие на решетке, я должен определить, что такое решетка. Вы, наверное, знаете это, но все равно, мне кажется, важно повторить. Решетка, на самом деле, это просто множество значений с каким-то частичным порядком. То есть у нас есть частичный порядок, который мы обозначаем вот так вот, таким вот квадратным подмножеством. И на самом деле квадратное подмножество здесь важно, потому что самый популярный пример решетки – это множество множеств. В этом случае partial order – это просто операция подмножеств. Это что-то по шелоду, у нас множество, которое одно и может быть по множествам другого, но при этом у нас есть множество, ни одно из них не является подмножеством другого. Даже если у них есть пересечение, то все равно есть элементы в одном, которые не в другом, и наоборот. И, соответственно, у нас есть операция join, вот это важно для решеток. Почему они называются решетки? Любые два значения имеют минимальную верхнюю границу. Мы объединяем их и находим минимальное значение в этом множестве. такое, что для всякого элемента из множества V, у нас есть множество элементов решетки V, большой V. Вот это маленькое V, которое из этого множества принадлежит, оно меньше, чем эта верхняя граница. Это мы называем join. Почему это, да, считаем это решеткой, да, потому что вот у нас есть какие-то, какое-то множество элементов, да, и вот мы как бы можем найти максимальный элемент, который в этом частичном порядке, минимальный элемент в этом частичном порядке, который старше, чем все эти. Например, вот это наш V, а это то, что мы называем join of V. Операция join обозначается так. И, опять же, если возвращаться, к примеру, множеств, да, что такое join? Join – это просто объединение множеств. У нас есть множество множеств, да, и мы просто их объединим. Понятно, что объединение множеств, оно старше, чем любое из этих множеств. И понятно, что это минимальный такой элемент в системе множеств, который старше, чем любое из этих множеств. Вот. Еще мы предлагаем, что у нас есть некое начальное значение, да, это тоже важно с точки зрения вычисления. Но всегда нам всегда предположить, что мы с чего-то начали, мы договорились, что это такое, с чего мы начали. А потом уже там начинаются разные. У каждого процесса свое представление о том, в каком система находится состояние. Но здесь это важно, здесь то же самое. Ну и понятно, что origin, он должен быть меньше, чем любой элемент в системе. Потому что дальше система начинает только расти. Ну и для… Если возвращаться к множествам, что такое origin для множества? Это пустое множество, да. Вот. А, ну, как я и сказал, что set – это вот такой вот у нас есть, такая вот решетка. Пустое множество в… Это вот то, что мы называем, где 0. Это у нас подмножество. Это у нас союз, да, объединение международных. Ну и понятно, что это partial order, потому что он пронзитивный, там ассоциативный и так далее. Все-все-все вот эти свойства, которые нам нужны, они здесь в культуре. Ну и, как правило, когда мы будем говорить про решетки, мы, как правило, будем иметь в виду вот такого типа решеток. Потому что в каком-то смысле любой лейтис может свести вот такому экономическому лейтис, который основан на множестве, просто на другом множестве, на множестве других лейтингов. Интересно, что, кстати, вот это вот set, да, это мы можем рассматривать как set с функцией добавления. На самом деле вот такого типа решетки, они позволяют нам реализовать множество, разделяемые множество функциями добавления и чтения. Мы добавили элементы, просчитали значения. Можно реализовать множество с операцией удаления значений. Мы тоже увидим, что это будет полезно. В чем тут важность? Это в том, что мы в этом случае добавляем по-прежнему у нас изначальное значение пустое, да, и мы добавляем элементы и убавляем элементы. На самом деле у нас теперь множество не элементов в сете, а множество операций. Мы добавили элемент, да, мы добавили динь. И можем удалить его, добавив операцию минус. В этом случае у нас уже множество, на котором определены абстракции, это не множество натуральных значений, а множество целых значений. Специально к половине. Тогда это все будет работать. Вопросы есть? Пока. Ну, мы можем, может быть, вернемся еще к этому примеру. Пока вы держите в голове, что любая решетка, которую я сейчас предлагаю, она имеет некое практическое применение. Допустим, вот эта решетка имеет качественное применение абстракцию множества разделенных, распределенных, которые можно реализовать с помощью нашего механизма. Другой пример решетки – это max register, тоже такой интересный момент. Это регистр, который возвращает максимальное записанное значение. В чем разница? Обычный регистр возвращает последнее записанное значение, а max register возвращает максимальное записанное значение. Предположение, что множество значений имеет некий порядок. Он имеет тотальный порядок, тотальный порядок. В частности, если мы записываем натуральные числа, и мы записали единица, там 5, потом 3, а потом, где выполняем операцию чтения, мы должны вернуть 5. Не 3, хотя 3 было последнее. Значит, возвращаем 5. Как пример, у нас есть, допустим, натуральные значения мы записываем. И здесь, на самом деле, частичный порядок здесь – это он же полный порядок, потому что эта операция меньше либрованная. Ну и, соответственно, операция уменения – это максимальный. Потому что любые два элемента, любое множество элементов всегда имеет максимальный значение. Это может показаться глупым, потому что все уже тотально упорядочено. В чем смысл? Но это не так глупо, как только мы поймем, что решетки имеют довольно естественную операцию композиции. То есть мы можем взять две решетки и объединить их в одну. Нам ничего-нибудь не мешает. Естественным образом, в произведении решеток будет тоже решетка. То есть множество элементов будет множество пар, элементов из двух решеток. Частичный порядок – это будет, как это называется, конъюнкция двух частичных порядков. А join – это будет пара двух join. То есть у нас какая… И тоже, в общем, не стоит труда доказать, что это действительно решетка. В частности, что join – это действительно листопопал. Почему это хорошо? Потому что теперь, например, мы можем объединить max registers в вектор. Можем сделать композицию max registers. И что у нас будет? У нас будет snapshot. Вот это то, что используется в snapshot на самом деле. Если вы помните, в яйзаровском курсе, наверное, у вас был алгоритм снайпшота, как можно прочесть не одну переменную память, а прочесть вектор переменных памяти с помощью одной атомарной операции. Она, естественно, реализована не как атомарная, но она производит впечатление как атома. То есть это лейзу и магик. Было у вас что-то про snapshot? Я не уверен, но кажется, что нет. Не было. Ну, ладно. У меня есть один слайд про это. В общем, на самом деле, это просто представьте себе, что у вас есть в памяти регистр. Это одна переменная. В нее можно писать, считать. Это вот регистр. Write и read. Вот она возвращает. А теперь представьте, что у нас есть не одна переменная, а массив. В каждую из них можно писать отдельно. Это вот абстракция, в которую в каждую память можно писать. Там write.vi. А все вместе можно прочесть одной атомарной операции snapshot. То есть всю память, грубо говоря, мы можем вернуть с помощью одной атомарной операции. И на самом деле, что интересно, что пользуясь регистрами отдельными, просто отдельными переменными, вот как у нас есть, можем найти алгоритм, который бы реализовал этот snapshot атомарный. То есть у нас есть, это реализуемый объект. Он всегда возвращает. В каждой позиции, вот вот snapshot вернул вектор, в каждой позиции он записывает последнее записанное значение. И это вот такого типа решетка, про которую я сейчас рассказал, композиция из нескольких таких элементов, она позволяет нам реализовать snapshot. Ну, я еще скажу-ка, что это значит, позволяет нам реализовать. Это тоже такая немножко абстрактная фраза. Мы ее реализуем с помощью вот этой вот абстракции, которая называется latest agreement. Один из вариантов увидеть это, это, ну, посмотреть на эту абстракцию, это представить себе консенсус. Что такое консенсус? Консенсус – это абстракция, которая нам позволяет выбрать одно из предложенных значений. То есть мы выбрали, и если мы используем консенсус для, допустим, реализации рефицированной машины в состоянии, мы как бы, для нас это значение – это операция. Ага, выбрали, ага. У нас есть множество процессов, каждый хочет выполнить какую-то операцию. Выбрали одну, все договорились. Ага, первая операция будет вот эта. Для второй операции мы опять запускаем консенсус, выбираем из оставшихся, или из нового. Выбрали новую, ага, вот эта, следующая операция. То есть все мы убеждаемся, что все эти операции должны быть выполняться в этом порядке. Консенсус, как мы знаем, проблема сложная, не всегда реализуемая. Latest agreement, согласие на решетке, может быть, можно увидеть как альтернативное. Здесь мы не должны выбирать обязательно между двумя предложенными операциями. Можем выбрать объединение этих операций. То есть у нас есть всегда возможность выбрать объединение. Единственное, китерий, который у нас требуется, в том, что все операции, как то все вот эти состояния, которые мы видим, реализуемого объекта, они должны быть упорядочены с точки зрения какого-то частичного порядка. Ну, какого, здесь вот нам говорят. Хорошо, у нас есть… Приложим все состояния вашего объекта, это элементы некой решетки. Соответственно, частичным порядком с операцией Джонни. Абстракция предлагает нам всего одну операцию, которая называется Propose. Propose предлагает значение решетки, это новое значение. Я говорю, что да, я хочу, чтобы у нас такое состояние. И возвращает результат. Говорит, ага, вот ты предложил, прерывал вот это, а я тебе предлагаю вот такой вариант. Ну и, соответственно, как-то нам надо связать то, что предлагается, с тем, что нам возвращается. То есть эту операцию можно выполнять много раз. Я ее сразу хочу, эту абстракцию, определить. В отличие от консенсуса, хочу определить как нечто, что постоянно движется. То есть мы предлагаем новое значение, узнаем новое значение. Предлагаем новое значение, узнаем новое значение. Все эти значения, которые мы предлагаем, все значения, которые узнаем, они все элементы решетки. То есть в каком смысле мы начали с начального состояния, а потом двигаемся дальше, 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 выше, выше, в зависимости от того, какие значения предложены и как система эволюционирована. последовательно с предложенным значением мы будем называть propose values для каждого процесса он предложил vp1 потом и предложил vp2 потом vp3 и так далее vp1 vp2 vp3 это значения которые возвращаются этому процессу операциями пропускать он выполнил проползу vp1 получил vp1 выполнил проползу vp2 получил vp2 и так далее это как встроен наш наше взаимодействие с этой абстракцией ну и естественно мы как я уже говорил мы ограничиваем себя вот этим вариантом где карты пропускай рейшного как бы для каждого процесса каждого время только одна пропускай рейш может быть активно мы выполняем сразу процесс не может запустить множество пропуском выполнил пропуск дождался пока ответ получился следующий пропуск дождался пока получился новый ответ и тогда и вот у него таким образом растут эти последовательности значения локально все упорядочны глобально нет глобально мы не знаем ну и здесь вот как пример да я предложаю вот здесь вот синие кружочки это у нас наверно предложенное значение а красное это то что мы выучили да вот у нас есть только не получили они называют лорд пропустим лорд пропуст у нас есть два процесса пинг-ю и пи один это два да то есть это множество singleton до множество из одного элемента 2-ю ки-ю ки-ю один это множество 3 а вот они предложили параллельно в результате что он получилось получилось что оба из них узнали значение как в качестве ответов здесь вот это это возможный вариант исполнения мы предложили альтернативы а система на сказал давайте мы их объединить консенсус так делать не может консенсус он выбирает всегда одно из них в этом этом его сила и в этом его слабость не позволяет нам парализовать запросы и не позволяет всем позволить как бы прогрессировать теле консенсус и тех чьи значения были отвергнуты они как бы вынуждены опять их предлагаю а здесь мы как бы это объединение но из сила в том что все порядочно а у нас нет сейчас увидим почему какие свойства мы хотим требовать от этой абстракции дамы запомните что это это может быть как черный ящик у него есть одна операция про пульс за ты запихивать назначение из решетки и возвращаем значение что мы потребовать что-то найти на связь входных значений выходных одна из важных вещей те все что все выходные значения должны быть компа с точки зрения вот этого частичного порядка чтобы мы не вернули на каких бы процесс пентюль какой момент ай-ай-ай-ай-ай-н-жей мы получили битя и должно быть под множеством битвики джей или на бак и джейши по множеством я говорю под множество на самом деле то это должны упорядоченный с точки зрения частичного порядка этого клада 1 какой параметры решетки наш это одно какое-то свойство это свойство safety да потому что она говорит о том что у нас если у нас что-то выучено то должны быть такие значения само по себе удовлетворить удовлетворить очень легко если мы вообще не будем еще призвать операции пропуск ничего не будет возвращать формирует это тотально порядочный потому что значит сейчас все вот такое возможно что мы кто-то кому-то вернули 2 кому-то 23 кому-то далее значит пока это только это важное свойство но сам по себе она не имеет смысла потому что его легко говорить ничего не делал или наоборот возвращая все время одно и то же всем допустим возвращая всем начальное значение всем возвращается пустое множество автоматически все сравнимо но совершенно бесполезно поэтому нам нужно связать каким-то образом одни и значения с выходными нам надо убедиться том что какие-то не бессмысленные значения никогда не возвращаются как мы убеждаемся в этом мы добавляем условия что каждое вырученное значение это подножество значений которые были предложены мы не можем предварить то что не было предложено плюс мы требуем чтобы все что мы выучили должно входить должно включать себя все что было выучено до нас то есть если кто-то закупил пропал за грешен с каким-то значением мы не можем его и проигнорировать на и моем наших дальнейших операциях пропал за это не всегда входит все цель кассу в этих agreement я это включаю для того чтобы использовать это в дальнейшем для ли это на самом деле в каком смысле вы можете увидеть что это есть некий некий эффект ли неизвенности есть лизу из требует если операция состоялась завершилась мы ее в будущем проигнорировать не можем она должна быть линизирована больше раньше чем всякая последующая операция здесь примерно то же самое если я уже что-то выучил кто-то где-то выучил какое-то значение кто получил какое значение от латис и гримит следующая операция пропал за должно это должна это учитывать есть она включать себя это выученное значение вот как это пишу да у нас есть операция vpi множество это все значения которые будут были выучены до того как и для его спорта и вот это множество джойн и пинай это это тогда все что мы выучили да все что мы выучили вот ведь я и должно быть по множеству всех предложенных значений оно должно все включать себя значение которым сама сам же процесс предложил да то что допустим он предложил юбей и вернул в 5 и 5 должно включать сервисе но это опять же с точки зрения процесса это естественно я я предложил что я хочу получить значение который включает и должно быть правильно ну и на самом деле в конце концов у нас есть элемент который нужен для линии и не разбивать потому что мы за речь мы увидим что если решетка для каким-то конкретным образом в частности допустим для снэкшота это композиция макс рэпистерс мы хотим использовать время для реализации атоме снэкшот нам этого не будет то это будет не совсем ли изумность это будет что-то близкое но не лезвенность будет стерилизованность слышали вот вопрос все понятно ну я буду говорить что все понятно но я конечно был очень рад если бы вы немного все-таки отвечать видимо что просто все ждали что кто-то другой спросят никто не спросил а вы не стесняйтесь вы как бы мне кажется не надо не надо ждать нас нас не так много у нас нет риска что мы там за технических проблем другого не услышал плюс у нас есть чат я могу туда время от времени заглядывать туда тоже можно писать вопрос вот предыдущий наше определение был про стерилизуемость но как она соотносится не очень понятно каком она контексте здесь потому что раньше у нас стерилизуемость была именно в качестве объектов мы просто объект могли перевести в основную строчку и передать по сети хороший вопрос я я как бы пока еще это может быть не совсем понятно я хочу сказать что вот это вот дополнительные условия когда накладываю на свойство валидности в дальнейшем она будет нам обеспечивать линейизуемость объекта если то есть это месса гримент это в каком смысле универсальный объект согласие мы туда решетка которую мы туда подаем это параметр это практически как последовательная спецификация только на непоследовательность кацана на частичном порядке я говорю что у нас есть вот это вот множество значений может состояние и операции объединение состояния и частичный порядок вот эти три параметра я ввожу мою 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 проблему лодиса гримент и получаю что-то его магическим образом если я ввожу туда решетку которая соответствует допустим atomic snapshot я получаю это это немножко вот такая магия это какая-то вот как бы я такой волшебный объект загнал какую-то спецификацию чего-то или специально или специальную решетку подстроенным вот какой-то объект и получаю линейизуемые реализацию этого объекта но это я получаю только при слове что я вот от этого от этой вот ящика водится гримит я вот требую вот этого свойства если его не требует у нас получится что-то более слабое в результате сериализуемость это на самом деле почти как линейизуемость только при условии ну как бы причем того что мы можем проигнорировать какие-то уже завершенные операции представьте себе регистр где всякое записанное значение когда-нибудь будет прочитано но не обязательно сразу после того и операции завершилась то есть мы записали какое-то еще время читатели могут читать старые значения но потом какой-то они перекупили переключатся на новую у нас всегда есть возможность переупорядочить операции таким образом чтобы ну все это как будто было последовательно и корректно но при этом мы не сохраняем порядок между уже состоявшими операции допустим операция чтения может быть поставлена до предыдущей операции записи ну на практике это означает что операция записи она как бы мы вроде и и завершили но сами значения они еще через систему не прошли они не всех еще коснулись они когда-то в какой-то момент дойдут но пока еще нет вот это 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 вот сериализуемость сервис был мэмори на самом деле она вот такой и в реальной иммунопроцессорной машины на самом деле они часто не атомарно реализуются они все реализуются потому что очень много оптимизации всяких на уровне процессов виденного там человек когда записывает он вводит в локальный кэш кэш еще пока не обновился на всех остальных процесс то есть это это ближе вот к реальности но есть всякие разные хитрые там способы добиться реализуемость с помощью примитивов типа барьер барьеры которые обновляют кэш вести барьер верит вам все на были внизу это это я просто торгов в сторону здесь важно понимать зачем зачем вот какие-то эти странно выглядящие условия где помогает это да спасибо вот у нас есть ну и как пример вот если у нас есть два предложенных значения до 12 до 11 и 11 кто-то выучил значение 12 до оба из них допустим они оба получили как ответ объединение а потом было предложено еще одно значение юар один и и после этого был получен ответ 123 а вот здесь важно что это 123 включен включен во первых более ну как бы он включает себя 12 но включает себя и 1223 включает себя все значения которые были до этого лучшим вот ну это может не самый удачный пример потому что на самом деле вот эту часть организуемость не схватывает на первые две потому что в любом случае you are we are once должно все то что он включает себя 12 это просто требуется является компакт для того чтобы писать этот более подробно можно писать себе кто-то еще при предложил два да вот может быть так у нас есть еще какой-нибудь оператор операция с допустим вас кто-то пришел сюда и предложил you are s 1 предложил тоже два уже после того как вот этот ответ 12 был в этом случае в с one может быть только один или больше потому что один во уже было предложено если мы после пришли с какими-то старыми мы должны все-таки узнать новые не можем остаться на моем но я не могу проигнорировать уже выучены значит вот ну и в конце концов да это вот то что мы сейчас про что мы говорили это все-таки сейфти по-прежнему и то и другое это safety про кито одно говорит о том что все аутбур и должны быть друг другом как связаны тотально упорядочены другой говорит что аутбуда должен быть связан с импутами до выходные значения были связаны с иными значениями если вы помните определение концепции есть тоже так похожее значение когда выходит что в любое решенное значение должно быть предложенным значением здесь примерно так же но более сложно потому что абстракция более слабая чем слабее абстракция тем как правило спецификация сложнее потому что слабая слабая создает больше вариантов исполнения ну и как и как любое сейф как бы любые свойства сейфти они должны быть дополнины свойствами живучести и здесь все просто его сперващен в окбай кросса с вашими учреждать то есть если у нас к есть корректный процесс который запустил операцию в этой комбинации уже вот это вот спецификация имеет смысл имеет и сторону сейфти в сторону вот сейчас я расскажу немножко про алгоритм сейчас на сколько времени надеюсь что алгоритм который реализует эту самую решетку и он в каком-то смысле должен вам напомнить алгоритмом реализации регистра с той системы с той разницы что здесь во первых в отличие от регистра мы возвращаем не последние записанные значения о каком смысле каком-то абстрактном смысле объединение всех предложенных значений поэтому на это несколько сложнее и реплика на самом деле здесь хранит опять же принцип тот же самый мы каждый каждый хранит у себя реплику текущего состояния решетки и мы на запросы отвечаем с нашим текущим значением вот меня вы предлагаете вот это значение а у меня хранится и какие бы возможны вариант я получил предложение от вас с неким значением которое совместимо с моим либо нет несовместимое значит что не что ваше значение не является супер множеством моего то есть моё не является помножеством ваш да то есть вы мне что-то предложили новое и при этом я ничего по отношении с тому что вы мне предлагаете нового предложить не могу в этом случае я принимаю я как бы я принимаю что я реплика которая хорошо вы знаете больше чем я я просто принимаю это и говорю вам хорошо все хорошо можете продолжать другой вариант я знаю что то что не знает человек который за отправил мне запрос в этом случае я не готов это принять признать да я говорю что нам же все-таки у нас главная цель чтобы все было порядочное говорю нет ты чего-то не знаешь я тебе отправляю обновленное состояние обновленное станет что это объединение наших множеств вы мне прислали что-то я знаю что локально мы друг с другом несовместимы я объединяю это вместе отправляю ответ в этом случае я говорю что нет ты чего-то не знаешь ты предлагаешь вариант который игнорирует какие-то значения которые я знаю обнови свой запрос человек который пытается выучить новое значение выучены пытается выполнять выполнять операцию пропуск он получил мой ответ обновляет свой запрос и отправляет его замок какие возможные варианты на самом деле в такой если такой подход взять брать вот тупо вот как я его писал да как с одной стороны хорошо да вот если человек рано или поздно все-таки получил ответ от ману от множества от большинства процессов и все эти ответы хорошие говорят что все мы мы согласны с твоим значением мы ничего более нового чем ты предлагаешь не знаем то казалось бы все хорошо что это означает начать что он нужен большинство процессов знает о моем предложении они у себя его локально сохранили и в этом смысле любой последующий процесс который выполняет операцию пропуск он может только узнать про и правильное значение ничего не они как бы он он знает и соответственно будет вынужден это учесть в чем проблема здесь проблема в том что новые значения пропуск могут постоянно прибывать процесс может всегда добавлять что новое тот допустим кто-то очень быстрый и очень удачливый выполнять безумное количество пропуск они все завершаются он всегда добавляет новые значения решетку у нас допустим не ограничена вот как за решетка на множестве на множестве целых чисел она не ограничена нет верхней границы из нижней границы пустое множество верхней границы нет это может бесконечно продолжаться нужно подавать новые новые все более возрастающие значения и в этом случае он может мешать другим операциям завершить свои пропозже потому что когда бы я не пытался отправить мой запрос всегда есть какая-то реплика до говорится слушаем тут побольше и обновить и обновляюсь управляю опять а тем временем это реплика выучил что-то еще более больше и так далее это здесь это не работает и здесь здесь есть один их магический механизм который часто используется в системах называется халки помощь даже если я сам самостоятельно не могу завершить свою операцию про поздно я могу полагаться на какое-то выученное значение опубликованные кем-то другим что на самом деле если мы посмотрим на свойства нашего нашей абстракции можно понять что нам не важно кто произвел кто-то кто-то что-то выучил предположим что кто-то кто-то выучил включает мой input да то есть вот это вот свойство валиде и плюс это гарантирует мы каким-то образом увидим мы гарантируем что то что мы то что человек выучил включает себя что что было выучено до того как я свою операцию начал это все можно сделать я могу это выученное значение свой цвет никто не помешает сделать если то есть если я взял у кого-то выученное значение я никак не влияю на к пробелте понимать то есть уже уже все очень значение порядочные если я у кого-то взял я уже упорядочен они по-прежнему все очень значение упорядочен как этот халкин устроен пол я на самом деле просто жду пока я кто-нибудь не выучит значение то есть все что мне надо сделать процесс который что-то выучивает он это отправляет всем я что-то выучил моя операция пропал завершилась я получил новое значение всем ее про и жду если либо я сам могу совершить мою операцию либо я получил от кого-то выученное значение которое соответствует каким-то какие критериям сейчас увидим это вот общая такая вот картина интересный момент что если мы используем эту методику у нас n процессов то максимум n плюс одна попытка текущим текущий по возрасту рейшин запросов ответов достаточно для того чтобы завершить значение чтобы выучить значение тот факт что все курумы пересекаются у нас как бы я здесь уже не пользуюсь понятием большинства пользует понятием корма можно сискором system который как раз который мы до этого описывали с операциями с свойствами пересечения и живучесть пересечения то что все любые два корма пересекаются но не пустом множестве а живучесть это то что каждой системе кормов у нас есть картон в ренте с манейте весь корм который он стоит только который стоит только из корректных элементов то есть когда я отправляю запрос я не гарантированно что какой-то корм мне ответить то есть в этом случае корм интерсекшенам гарантирует сейфти то что все у нас компарабил компарабл и велит валидите компарабил вины то что акцепторы вот эти процесс которые получают вот эти запросы они их в какой-то момент признают да это гарантирует живучесть здесь более тонко потому что мы иногда мы получаем ответ не от себя не на свой запрос мы получаем ответы от других участников которые отправляют свои запросы в этом случае должны убедиться что системе постоянной конкуренции хоть кто-то но должен делать выучивать новые и новые значения с помощью этих запросов и ответ не может доказаться что мы не все все друг на друг друга ждем но это это немножко если вот те из вас кто в системах параллельных параллельной алгоритм структурами данных имели дело это немножко как различие между бог free и вы и слог free это критерий который говорит что кто-то должен делать прогресс то есть не может сказать что мы все приторможены здесь примерно также кто-то должен завершать бесконечное количество пропозок и рейшнс а если кто-то завершает бесконечное количество у нас есть больше и больше выучены значения эти выучить значения помогает другим тоже лучше изучить вот это это такой вот верхний как бы на верхнем уровне сейчас мы немножко изучим сюда кодом какой довольно интересный и он опять же напоминает в том смысле вот как snapshot работает а можно вопрос насчет core здесь все еще кором означает риты райт кором и или же они здесь уже объединены и объединил да я здесь у нас нет ридрайтов у нас как бы абстракция у меня только в интерфейсе только одна операция проповоз и все проповоз в каком смысле в себе объединяет и риды райт цена и изменяет состояние системы и возвращая значение текущего состояния и у нас есть просто набор кормов которые вокруг есть два свойства любые два корма пересекаются в любом варианте исполнения какой-то корм стоит только из корректных процессов держите было и просто пример мажорите корр все 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 по множеству от н пополам плюс единицы вот значит сейчас это может быть выглядит страшно на самом деле ничего так принципиально страшного нет здесь просто есть некоторое количество и переменных которые мы используем и поэтому я вынужден немножко про это сказать у нас есть это message passing да у нас каждого есть какие-то локальные значения вот в как бы каждый процесс локально пытается объединить у себя все знакомые все все ему известные пропорции предложенные значения это называется баффер трейд изначально это юзиру юзиру это у нас начальный элемент решетки потом у нас есть проповоз вели это то что мы сейчас предлагаем проповоз вели на самом деле интересный момент что просмотров или в какой-то момент меняется то есть мы предлагаем вначале одно значение а потом какой-то момент мы его немножко обновляем здесь это нужно как раз для линейзуемости потому что мы предложены значение еще включаем те значения которые были выучены до нас можем узнать только взаимодействие с форму это на 1 интеракция спором и потом мы обновляем проповоз или после этого не менять баффер трейд меняется все время акцепт от вели то что мы предложили это все проповозгла которые мы приняли от других можем знать что другие мы можем еще принять принять в том плане что мы приняем применяем мы это те значения которые для нас как кандидаты на то чтобы улучшить потом у нас есть один булевский регистр бульбульские булевская переменная которая говорит о том что готовы ли мы узнать значение от других и это тоже это некий такой вот элемент который нам нужен для линейзуемости для последней части свойства валидности далее здесь вот как раз я буду чисто вот с помощью в нпс программе вставил есть маленькие события я как работал перешел следующему собой маленький собака что у нас все все выполняется справедливом ключе в том плане что если у нас есть какое-то событие которое висит достаточно долго я его нужно обработать как главное событие для нас это операция пропуск операция пропуск выполняемые копираться процессом и он показал предлагать значение ну как всегда увеличиваем символсом мы ставим ready-to-learn false пока еще в этом состоянии если я получил выученное значение других я его игнорирую я не готов потом нас есть пропуск 2 ливи у нас есть баффорд велию вето то что мы предлагаем баффорд вели то что я до сих пор знал юниан вида то есть я просто добавляю то что я все про кузов которые я знаю я включаю свой то что-то и отправляю некое сообщение ключевое с ключевым словом пропуск свете и пи пи это мой идентификатор те это мой таймстемп видом и значение которых все просто значит а ну и значит мы всегда можем узнать какое текущее значение значит тут есть такое момента я сказал что любая операция пропуск она одновременно и чтение и запись а если я не хочу записывать ничего я просто хочу прочитать что в решетке есть это на самом деле важно для вот приложений типа snapshot snapshot есть операция snapshot которая не предполагает что я меняю что что я могу сделать я могу просто выполнить операцию пропуск с начальным значением в этом случае я не рискую что изменю что-то в состоянии до начальное состояние она изначально начать всегда вам включено в любое состояние которое уже есть при этом и как в ответ от на эту пропуску получаю последнее значение текущее значение подставит решетки понимаем что это просто как-то технически небольшой момент который для этого логарифма удобен он неудобен для этого горитма этот логарифм нам предоставляет возможность вот если мы получили запрос есть два варианта либо то что я принял до сих пор у меня есть некий accepted value напоминаю что accepted value изначально это просто карман пропозал мы увидим как это меняется да если я путь получил что-то что включает мое accepted value то есть я получил что-то максимально больше чем то что я знаю я обновляю то что я знаю и отправляю позитивное окно лишь я принял я получил них и значение v-prime ставьте прайм откуда-то процессы и прайм и вот я отправляю обратно все отлично я я получил все ясно ничего нового я тебе сказать не могу я признаю что ты знаешь что-то больше чем либо если я знаю что чего ты не знаешь я объединяю по-прежнему все это вместе да и было предложено это я и отправляю негативный момент с accepted value то что у меня в этом случае вы видите что accepted value это нечто что больше чем v-prime это нечто что в этом частичном порядке наследует вебра ну с этими же самыми типа и приправе в этом случае называют виджак ты отверг на самом деле вашем счету не так важно что пишу а коленок это так ли это понятно что на коленок просто потому что здесь содержится значение то же самое что в проползаве закон заключается значит ок если другое то значит на здесь просто для нас немножко проще сделать это явно да далее мы возвращаемся это то что реплика делает когда получает запрос обращаемся обратно на процесс которого отправил эти запроса получила десенок от если от по по получил если не получил ни одного на когда что происходит когда у нас мы собрали ответ árфор собираем собираем себя считаем а вот arthorom получилось все отлично в этом проект были получили можно хоть один ног если nak не получили да не одного из них те они как все мы применяем наши то что нас в европе есть мы его признаем как наше решение да и за счет общего футболе кстати они бибраин ночи по сути одно и то же ради нет по идее должно быть одно и то же но вот я что-то вдруг задумался что если мы же им отправляем это и это же здесь обозначена как вы штрих мы получим акс с этим же спаффорд или у нас по форту или это то что уже было баффорд плюс в собственно на самом деле можно то же самое в прайм-тур будет тоже в случае мы наш текущее состояние мы принимаем потому что мы его никто не нам не возразил а можно вопрос еще пока если мы если в общем все согласились с этим вот с тем что мы им отправили то есть мы всякие получили мы у себя accepted в или в какой момент проставляем ну сейчас сейчас мы до этого идем здесь это вот вот так цирк или вот оно здесь меняется тот момент когда мы получаем что-то другого что не противоречит нам нет а тот который отправляет он себе меняет это это не важно потому что он кстати не влияет на его ответ с этого или важно только для реплики не для процесс который выполняет запрос ну то есть тут тут это это не это не так важно потому что как мы видим мы возвращаемся до то что мы называем баффорд значит если же мы получили негативный ответ от кого-то значит что баффорд вели у нас отличается от нашего предложенного значения то тогда у нас есть два варианта мы как бы либо ну как бы тут есть такой момент мы получили негативный ответ и это наш первый запрос в операции пропуск первый запрос то в этом случае мы обновляем наш пропуск то есть мы тоже все что мы на собирали атаковать в ответах мы обновляем в этом в этом случае мы как бы говорим что да хорошо первая попытка была неудачная мы узнали что то новое мы обновляем наше предложенное значение с учетом того что мы насобирались пока чем здесь смысл смысл в том что вот то что мы собирали пока и на самом деле все значения которые мы получили от форма и юнион всех этих значений то что мы собирали от корума включает себя все значения которые были выучены до нас и теперь мы уже знаем что если мы выучили что-то что включает вот этот новый пропуск мы знаем что это включает все значения которые выучили если же вроде то ли он уже включена да то есть мы уже все может первые первую фазу прошли это это ведь это делать только один раз первые получили ответ от форму первый раз мы его обновляем и неудачно после мы получили прошли первый раз и мы получили какие-то негативные все в этом случае мы обновляем и все больше этого рейдер и в любом случае мы отправляем всем новый пропуск мы вернулись к этому и отправленного пропускного значения далее что мы делаем локального также если мы получили на какой-то от кого-то мы обновляем спасибо комментарии если если мы ни одного на к не получили то бахов или у нас точно вибра не изменилось веляет стойку меняется только если мы получили какой-то на под если же мы получили лерн а вот это как раз то что мы называем это часть отличающие отличающие захватка это мы сами ничего не выучить не смогли но зато мы узнали что кто-то другой в этом случае мы просто используем значит но мы используем это значение только в том случае если значение включает наш и в то же время мы готовы это усвоить в том плане что мы действительно закончили уже первый цикл уже дяди через один кором прошли обновили наш пропуск вели и в этом случае если кто-то выучил что включает наш попугали все отлично мы можем это вернуть мы это можем использовать как свои все понятно как бы хороший вариант исполнения здесь если у нас нет никакой конкуренции как бы мы пришли может быть у нас какое значение совсем новое это не страшно мы прошли через корм корм нам сказала тут вот может быть ты чего-то не знаешь обновить я обновил пошел еще раз еще раз через корм кто-то кто-то новыми сказал что извини тут опять что-то новое я знаю то что у тебя нет и опять в этом случае количество таких вас она будет пропорционально чему будет пропорционально количеству неисправных процессов на самом то есть это тех людей тех процессов которые не входят в первый форум первый форум я узнал кого-то новое значение потом я следующий форум включил какое значение кого их процесс который не вошел в первый корм он тоже знает что то новое я получил ответ и так далее то есть примерно f плюс 1 если in the absence of contention contention здесь значит что нет никакого никого кто параллельно со мной выполняет процесс операции пропуск с 1 фазы извините мне тут звонят я только небольшое отвечу и вернусь кофте не прошли веру можно ээээээн Да, значит, это в случае, если контеншин нет. Главная проблема в такого типа алгоритмов, когда контеншин есть. Тут, как раз, возникает проблема, потому что разные предложенные значения неизбежно мешают другим. Они мешают друг другу. Единственная причина, по которой мы отправляем негативный актуал, это то, что мы знаем что-то, что несовместимо с тем, что предложено. В этом случае у нас надо задуматься. Но давайте мы немножко просто подумаем на эту тему, пытаемся понять, а почему это не проблема здесь. Вот у нас есть кто-то, который предложен… Единственная причина, возвращаясь к аналогии wait-free-lock-free, единственная причина для lock-free алгоритма не завершить операцию – это то, что кто-то движется вперед. И что у нас происходит? Либо я завершаю свою операцию самостоятельно, просто с помощью запросов и ответов. Я получил ответы позитивные на мои запросы. Это вот один вариант. Другой вариант – я никогда не могу завершить таким образом свою операцию. Но что это значит? Это значит, что у нас больше и больше значений поступает в систему. Единственный вариант, при котором больше и больше значений поставляет в систему, я никогда не могу выполнить свою… Я получаю негативный окно, потому что я узнаю про новые значения. Откуда эти новые значения могут появиться? Если мы посмотрим на алгоритм, новые значения в Accepted Values могут появиться только… Где это Accepted Values меняется? Вот здесь. Новое значение в Accepted Values появляется только из сообщений типа Propose. Сообщения типа Propose попадают только из операции Propose. Соответственно, это входные значения каких-то процессов. Тот факт, что я не могу сам самостоятельно завершить свою операцию с помощью запросов и ответов, означает, что кто-то продолжает предлагать больше и больше значений. Как минимум один процесс выполняет неограниченное количество Propose Berations. Значит, один процесс узнает больше и больше значений. То есть он завершил, а как мы знаем, как только мы что-то выучили, мы отправляем это всем. Вот как здесь, да, и здесь, или здесь. Вот здесь мы всем отправляем то, что мы выучили. То есть тот человек, тот процесс, который завершает больше и больше операции Propose, он отправляет больше и больше выученных значений. Хорошо. Это так. Но при этом я в какой-то момент зафиксировал свой Propose VL после первой попытки выучить что-то. Я ее зафиксировал, она не меняется после этого. Я продолжаю его предлагать. То есть каждый следующий Propose Berations предлагает Buffered Value, но при этом Propose VL я не меняю. Может быть, мой Buffered Value всегда растет, и он всегда недостаточно свежий, несмотря на то, что он всегда растет. Но Propose Value у меня не меняется. И Propose Value включено в мой Buffered Value. Это значит, что в какой-то момент все процессы, все корректные процессы системы, они все будут знать про этот Buffered Value. который включает мой Propose. Вы знаете, Propose VL в какой-то момент я его обновил, а потом уже добавляю все больше и больше. Это значит, что тот процесс, который бесконечное число, неограниченное число значений выучивает, завершает, неограниченное число просто выучен, он в какой-то момент выдает значение, которое включает мой Propose VL. И этого достаточно. В какой-то момент я получу, я гарантированно, что тот процесс, который умудряется завершить неограниченное количество Propose VL знает про мое правонное значение, выучивает мое правонное значение и присылает мне значение, которое включает мой Propose VL в его выученное значение. И этого достаточно для того, чтобы завершить операцию. Ну, собственно, и все. То есть вот как халпинг работает. Точно так же халпинг работает, кстати, в алгоритмах снэпшот. Если вы помните, там тоже единственная причина для снэпшота оперейшн, операция снэпшот не завершится, это то, что кто-то выполняет бесконечное число записей. Человек, который выполняет бесконечное число записей, он в записанное значение также пишет свой снэпшот. Я могу его у себя, себе присвоить. Вот. Вопрос. Значит, одно из упражнений, я не знаю, я бы посоветовал заглянуть в lecture notes или пытаться самому доказать, это формально все, что я сказал. То есть доказать, что действительно у нас в из-за гримент реализован корректно. Как у нас с вопросами? Все понятно? Да. Хорошо. Это абстракция. Сама по себе она может быть и интересна, и элегантна, но это чисто абстракция. Давайте посмотрим, как мы можем применять. Одно из таких важных применений, это в системах storage, типа, это важно, потому что, как правило, значения они сохраняются с версиями. Вот это вот такой момент, что для любого значения есть версия. В определенных базах данных у любого объекта есть значения и версии. И вот здесь мы можем сделать max register как композицию на композиции двух множеств натуральных значений. И v – это вот order set values, это вот значения, натуральные значения – это версия, а v – это какое-то любое порядочное множество, которое содержит значения. Это может быть, не знаю, файлы или что-нибудь в этом роде. Но главное, что их можно упорядочить каким-то образом. Вот. И здесь что мы делаем? Мы создаем вот такую вот решетку. У нас есть лексикографический тотальный порядок. Лексикографический значит, что мы сначала сравниваем таймстэмп, а зачем сравниваем значения. Мы говорим, что хорошо, если у нас один и тот же таймстэмп, то мы можем упорядочить значения. Упорядочность значения тут как бы я сказал файл, но файл, как мы упорядочим файл. Тут можно предложить, что, не знаю, человек, который этот файл создал, у нас есть какие-то приоритеты. То есть для любых файлов, то есть их создатели, у каждого есть какой-то больше или меньше приоритет. Мы выбираем создательность меньше приоритета. То есть мы с большим приоритетом. Не важно. То есть вот это вот такой важный век, когда мы сравним два вектора, мы сначала сравним первые позиции. Если они сравнимы во первом, то мы заканчиваем на этом. Если нет, то ведем к следующему. То есть здесь, наверное, правильнее было бы сделать, наверное, меньше, не меньше, либраму. Да, наверное, правильнее было бы меньше. То есть если у нас один вектор, один таймстэмп меньше, чем другой, мы выбираем его. Больше, наверное, больше. А если они равны, то мы выбираем по какому-то следующему критерию уже назначение. Не важно. Ну, вы поняли, да, в чем дело. То есть нам нужно просто, вот, допустим, у нас есть значение 1, 2 и, не знаю, там, или 0, 2 и 1, 0. Да, вот здесь 1, 0 выигрывает 0, 2, потому что 1 – это больше, чем 0. Но при этом 1, 1, 1, 0 проигрывает 1, 1, потому что таймстэмпы одинаковые, а 1 больше, чем 0. То есть вот такая вот получается хитрая решетка. Из пары значений. Вот. Чтобы прочитать значения с максимальным таймстэмпом, мы просто запускаем проповозу U0. U0 – это просто 0, 0. Тогда Let's Arrange нам возвращает текущее значение. А записать значение мы просто пишем значение в Viz, с таймстэмпом, и все. И тогда у нас в решетку записывается это значение. Оно может проиграть, если в решетке кто-то предложил значение с большим таймстэмпом. Это, в общем, стандартные ситуации с регистром, когда у нас есть два писателя и используют разные таймстэмпы и максимальный таймстэмп выигрывает. Это как бы такая вещь может быть тоже слегка служебная, но здесь вот она поможет очень сильно для того, чтобы реализовать снэпшот. Вот что такое снэпшот? Вот сейчас у меня есть возможность немножко его определить более конкретно. Снэпшот – это объект, который можно увидеть, представить как массив из M позиций. Каждая позиция может быть независимо записана. Да, у меня есть операция V updateVI, VJ. J – это от 1 до M. То есть, в этом случае она просто обновляет позицию J с значением V. Либо снэпшот. Снэпшот означает весь массив целиком. И в последовательном вариации исполнения, если мы все делаем последовательно, у нас каждый снэпшот возвращает в каждой позиции аргумент последнего апдета на эту позицию. То есть, это вот последовательная спецификация. Заметьте, что здесь вот апдейты сами по себе, они по позициям. Если мы хотим матомарно записывать значение в несколько позиций, то это уже не реализуется. Асинхронно, без консенсуса. Тут нужен какой-то консенсус. А если по одной, то можно. Вот. Такой atomic снэпшот. Его можно естественным образом реализовать с помощью решетки. Мы делаем композицию timestamp value. Сейчас M timestamp values. У нас массив из M позиций. Каждая позиция – это в значение и timestamp. И все. Вот, собственно, и все. И после этого мы решаем задачу на решетке таким образом. Если мы будем делать снэпшот, мы предлагаем начальное значение. То есть, это у нас вектор из нулей. Он нам возвращает текущее значение. Давайте проапдейтить. Проапдейтить, но на два, значит, две операции пропоз делать. Одна для того, чтобы выучить максимальное значение, запущенное сейчас. Мы делаем пропоз. Мы читаем значение снэпшота. Узнаем. На самом деле, нас интересует только TJ. Здесь мы хотим обновить TJ. Получаем TJ. Увеличиваем его. Делаем TJ паспорт плюс один. Меняем аргумент на V. Это V, значит, которое значение, которое нам нужно. Нас интересует. На самом деле, когда мы берем снэпшот здесь, где выполняем первый пропоз. Нас не интересует ничего, кроме вот этого timestamp. Больше ничего. На самом деле, даже неважно. Мы даже во всех основных позициях можем предложить ноль. Ничего не изменится. Здесь я предлагаю то, что я знаю, максимально новое. На самом деле, с тем же успехом я могу предложить ноль. Что важно, что позиции J, я предлагаю TJ плюс один, то, что больше, чем TJ, с значением, которое я хочу в этой позиции увидеть. Здесь я могу либо выиграть, либо поиграть. Может быть, кто-то другой предлагает значение больше. С тем же timestampом. Такое может быть, но это не беда. Значит, что фактически моя операция update была переписана другим update. В любом случае, я могу ее нивизовать, но до другого. Такое может быть. Ну, либо если никто там, нет никаких конкурентов, в этот момент мой TJ, вот мой timestamp, который я ассоциирую с этой позицией, он больше, чем любой timestamp в системе, и он обязан выиграть. В этом случае у нас обязанное значение, которое в решетке останется, будет содержать мое значение V в позиции J. Собственно, и все. Две строчки мы получаем очень мощную абстракцию, которая позволяет атомарно читать память в одной операции. Вот. Вот снапшоты все тотально упорядочены, потому что мы, у нас есть вот это вот свойство решетки, да, он этот у нас, частичный порядок, это композиция вот этих вот частичный порядок здесь. Ну и все апдейты включены, естественно, в наш каждый снапшот. Ну, я бы расскажу, и, наверное, на этом завершим, потому что мы, на самом деле, у нас немножко, да, я медленнее, не до чем я думал, может быть, слишком медленно. Есть такое нам приятное приложение для вот этого подхода, это то, что мы называем cryptocurrency, то есть это не система аккаунтов, да, это тоже разделяемый как объект, да, это множество аккаунтов, у каждого аккаунта есть баланс, у каждого аккаунта есть список пользователей, да, тех пользователей, там, владелец аккаунта, это тот, кто может, на самом деле, с него снимать деньги. То есть это так мы отличаем. И есть состояние объекта, это система баланса, да, он как бы для каждого аккаунта дает какое-то целое число, сколько там денег. Ну, и, соответственно, есть common knowledge, какое-то общее всем знание, это начальное распределение, начальное механизм. То есть вот это то, что мы называем состоянием вот этого объекта. По-научному мы называем обычно asset transfer, да, transferring assets, да, какие-то ценности пересылать с аккаунта на аккаунт. Множество аккаунтов и вот их состояние, собственно, все, что нам нужно знать. На уровне интерфейса мы можем прочитать состояние любого аккаунта, да, любой баланс любого аккаунта, сколько на нем денег и выполнять операцию transfer с одного аккаунта на другой перевести там столько денег. С аккаунта A перевести на аккаунт B и X каких-то денежных единиц. Это вот наша интерфейс, это так, стандартно, достаточно. Вот. Мы называем как asset transfer data. Ну и что мы делаем? Мы делаем это, воспринимаем это как композицию N множеств, да, каждое множество – это на самом деле состояние аккаунта. Что такое состояние аккаунта? Это не только баланс, это на самом деле количество транзакций, которые на его касаются. То есть мы так это будем хранить. Как с множеством, вот как я говорил, мы реализуем множество элементов в виде решетки, которая фиксирует состояние операций на этом множестве. То есть сколько было добавлено, какие элементы были добавлены, какие были удалены. Здесь примерно так же. Множество состояние аккаунта – это состояние, это множество операций трансфера, которые были на нем выполнены, которые с него выводили деньги. Это такая моя решетка. Это вот композиции таких вот LI set. Это вот set здесь означает, что это все множество, множество множеств. Частичный порядок – это на самом деле, что это операция включения множеств. И join – это просто объединение множеств. Не более того, еще раз ничего. Важно понять, что вот это LI – это на самом деле операции трансферс. Вот. То есть все set of outgoing transfers for each account. Each account – это вот LI set, set of outgoing transfers. Когда мы добавляем, выполняем операцию A, B, X, мы читаем состояние, проверяем баланс A. Если баланс достаточный, мы добавляем вот эту операцию. Баланс – это множество, количество денег на этом аккаунте с учетом всех транзакций в системе. Нам достаточно прочитать значение состояния текущей системы, мы получаем все аккаунты. По этим аккаунтам можно посчитать, сколько денег на каждом аккаунте. Если аккаунт достаточен для того, чтобы перевести X денег, мы добавляем BX, и предлагаем новое значение. Собственно, и все. Мы получаем полную систему для асотранспорта. Вот. На этом я, наверное, сегодня закончу. У меня есть как бы одно домашнее здание, но это, наверное, в идеале мы, наверное, сами еще этим займем в следующий раз. Я как-то думал, что у меня будет больше времени. В конце этих слайдов, слайды там доступные в Google Docs, есть квиз, там есть несколько вопросов. Часто есть вопрос про лестис-агремент. Попробуйте его посмотреть. Если получится ответить. И мы... Следующую лекцию я закончу описание лестис-агремент. Там еще одно важное приложение, которое касается реконфигурации. И мы обсудим эти упражнения. Вопросы? Все понятно? Ничего не понятно? Быстрее, медленнее, комментарии. Как бы у нас тут есть полная свобода. Нет, все хорошо. Давайте мы тогда сегодня на этом закончим. Я как бы запись постараюсь куда-нибудь выложить, сохранить, чтобы она была. И вот в следующий раз мы продолжим с лестис-агремент для реконфигурируемой системы. То есть система, где кворумы и множество процессов меняется со временем. На самом деле это довольно удобная область применения для решеток. Задание посмотрите, если будет время, решите. следующая реакция у нас будет во вторник. Я не знаю, надеюсь, что всем подходит вот это же время, но во вторник. То есть вместо пятницы будет вторник? Да, и наверное со следующей недели это будет скорее вторник, чем пятница. Пятница просто у меня на этой неделе у меня вторник не получился, а вот со следующей и дальше вторник мне больше подходит. Единственное, что только через неделю я там буду путешествовать, меня во вторник не будет. То есть либо мы с Андреем договоримся, либо мы перенесем на пару недель. И еще к вам вопрос, на чему я не очень понял, Виталий мне как-то не мог объяснить. Вам это нужен же, вам нужна оценка и экзамен нужен по этому курсу. Правильно понимаю? На первом годе магистров. Вам будет либо оценка, либо просто зачет, не зачет, но я не знаю, например, что не знаю, потому что. Ну окей, ладно. Как раз либо экзамен, либо зачет, это нужно как раз у Виталии уточнять, какая у нас система оценивания должна быть. Хорошо. Она точно должна быть. Что-то в итоге должно быть. это сделать до конца семестра, я понимаю, да? То есть вам нужно уложиться, а конец семестра у нас что, конец июня, правильно понимаю? То есть нам нужно придумать типа экзамены и его сдать. Хорошо. Ладно. Все, тогда договорились. Ну тогда до вторника. Ну в принципе, то есть это не обязательно должен быть прямо экзамен-экзамен. То есть экзамен это просто форма отчетности, но условно баллы, которые выставляются за курс, там из 100 баллов можно брать домашки, например, если бы какие-то такие задания. Хорошо. Ладно. Учтем. Учтем. Еще вопросы? Ну хорошо, Тогда до вторника. Всего хорошего. До вторника. Счастливо. До свидания.